Начинаем изучать небольшой подраздел в коммутации, который посвящен отказоустойчивым технологиям. Перед вами трехуровневая иерархическая модель, которую Cisco рекомендует использовать для построения крупных сетей предприятий. Даже если сеть не очень крупная, там где-то абонентов 100, такая модель рекомендуется к использованию. Она состоит из трех основных уровней. Уровень доступа – Access. В него входят Access-коммутаторы, к которым подключаются конечные абоненты. Access-коммутаторы, в свою очередь, включаются к distribution-коммутаторам, которые в свою очередь могут либо сразу подключаться к пограничному роутеру, который осуществляет выход в интернет, либо они сначала могут подключаться к третьему уровню, который называется уровень ядра, и затем уже уровень ядра подключается к пограничному роутеру. Здесь уровень ядра не представлен, так как для нашей задачи он не нужен. И вообще, если сетевого оборудования Distribution Access не очень много, то Core уровень не используется. Про построение трехуровневой иерархической модели мы еще будем говорить и будем говорить очень подробно. Сейчас она нас интересует с точки зрения отказоустойчивости. Как видно, Access коммутатор, который обслуживает конечных пользователей, сам по себе подключается сразу к двум Distribution свечам. Это сделано для отказоустойчивости. Если, например, вот этот вот Distribution коммутатор загорит и останется только вот этот, то пользователи не потеряют связь с роутером, ну и, соответственно, с интернетом. Для того, чтобы организовать такую отказоустойчивую схему, используются дополнительные лишние линии связи. То есть, здесь есть некая избыточность. То есть, вот лишний кабель для вот этого вот Access свеча и вот это вот, это тоже лишний кабель для Access свеча 2. Но без этих дополнительных кабелей мы не смогли бы организовать вот такую вот отказоустойчивую схему. Но здесь появляется одна большая проблема. Такое соединение образует петлю. Предположим, что ПК-1 формирует широковещательный пакет. Например, сработал протокол ARP, который хочет выяснить канальный MAC-адрес ПК-2. Для этого ПК-1 формирует широковещательный ARP-кадр. Такой кадр поступает на Access свеч 1. Access свеч 1, поскольку этот кадр широковещательный, направляет его сразу по вот этой линии связи на вот этот вот, Distribution свеч 2, и по этой линии связи на Distribution свеч 1. Что происходит дальше? Дальше Distribution свеч направляет этот широковещательный кадр сюда. Вот этот вот свеч, Access, в свою очередь, направляет кадр сюда. Distribution свеч получает такой широковещательный кадр, и опять его направляет сюда. То есть, опять приходит на access switch с которого он первоначальный ушел access switch опять это широковещательный кадр направляет сюда попадает сюда потом сюда и сюда снова и получается петля кадр этот широковещательный начинает бегать по этой петле бесконечно по вот этой вот бабочки кадр будет перегоняться но у нас еще также есть другая копия кадра которая была направлена сюда и она начинает бегать против часовой стрелки и получается петля для того чтобы понять что такое петли и как с ними бороться а мы должны с ними бороться для того чтобы строить вот такие вот отказоустойчивые топологии мы должны рассмотреть более простую схему кстати нужно сказать что отказоустойчивость это одна из основных сетевых тем потому что сетевой инженера либо системный администратор обязательно должен организовывать отказоустойчивость дело в том что вот этот вот distribution switch например это он в нашей схеме обслуживает только два access свитча он например может обслуживать 10 access свитчей и в каждом access свитча по 48 портов получается что distribution switch сразу обслуживает 480 пользователей это очень большое количество и соответственно если он сгорает то соответственно 480 человек не могут больше работать с сетью а если есть второй то он перехватывает на себя роль distribution свитча и пользователи практически даже не понимать что произошло порой даже сам системный администратор может не узнать что у него один из distribution свитчей вышел из строя если допустим система мониторинга snmp не была настроена то он об этом может даже не узнать и так простая схема у нас есть пока один пока два между ними условно два коммутатора мы видим здесь только одну линию связи если например данный провод кто-то порвет перейдет его стулом ну и много разных ситуаций могут с проводами возникнуть то соответственно связь между пока один и пока два пропадет так как пропадет связь между двумя вот этими вот сетевыми устройствами если мы хотим как-то себя от этого обезопасить то мы можем между вот этими вот двумя коммутаторами проложить два провода но если мы прокладываем два провода то у нас образуется петля с петлями мы уже сталкивались когда изучали можете зацию в заголовке ip пакет есть поле ttl time to live каждый раз когда ip пакет проходит через роутер роутер из поля ттл вычитает единичку как только поле ттл станет равным нулю то роутер убьет этот пакет поэтому даже если в можете зации возникает петля с помощью этого механизма защиты от петель ттл рано или поздно пакет в этой петле будет убит если мы говорим про петли в коммутации то здесь дела обстоят намного хуже в эзернет заголовки нету поля ттл и соответственно нет механизм который мог бы прибить пакет этот кадр если бы он попал в петлю маршетизации получается что если эзернет кадр попадет в петлю то он будет бегать по этой петле до бесконечности никакого ттл в эзернет кадре нет и будет он бегать в этой петле до тех пор пока например вы не перезагрузите один из свечей тогда он пропадет сейчас мы детально рассмотрим процесс как образуются петли петли в эзернет петли в коммутации и к чему в конечном итоге это может привести пока один формирует широковещательный кадр сейчас мы говорим не просто про кадра про широковещательный кадр у которого в поле назначения стоит mac адрес ffff который предназначен сразу всем узлам пока один сгенерировал данный кадр например в результате работы арб протокола кадр широковещательный попадает на свеч свеч копию кадр посылает наверх по верхнему каналу копию кадр посылает вниз так как это кадр широковещательный и второй свеч получает копию одного и того же кадра с этой стороны и точно такой же кадр со второй стороны то есть получается что на свече образуются две копии одного и того же кадра дальше поскольку это был кадр широковещательный он его направляет на пока 2 и направляет сразу вот эти два кадра которые он получил получается что пока 2 получает два кадра вместо одного. В некоторых случаях это может привести к сбою самого ПК-2. Кроме того, что вместо одного кадра switch посылает два кадра, кадр, который вот этот switch получил на вот этом порту, опять отправляет наверх тот же самый ARP, а кадр, который он получил сверху, отправляет в этот порт по этому каналу. Получается, что ARP кадр, широковещательный кадр, который изначально сформировал ПК-1, был послан сюда и сюда, и опять-таки тот же самый кадр пошел в обратку сюда и сюда. Switch в итоге получил тот же самый кадр что происходит дальше когда свитч опять получил два кадра с двух сторон от этого свеча он пока один направляет тот кадр который пока один и формировал причем сразу два и поскольку этот кадр широковещательный он опять тот же самый кадр отправляет и сюда и сюда дальше этот свитч опять получает два кадра и два кадра отправляет сюда и опять отправлять сюда потом этот свитч и опять эти два кадра направлять сюда и сюда и вот этот кадр один он все время один до Кадр один так и будет бегать туда-сюда Один кадр будет по часовой стрелке бегать Другой кадр будет против часовой стрелки Постоянно Вот этот кадр был сформирован только один раз одним компьютером И на протяжении всей работы сети Оба компьютера и ПК-2 и ПК-1 Постоянно в двух экземплярах получает кадр Который изначально сформировал ПК-1 И вот так вот оно и бегает Не стоит забывать также Что на протяжении всей работы сети Каждый из узлов постоянно формирует широковещательные кадры Множество разных служб используют Широковещание для своей работы И получается, что ПК-1 постоянно формирует широковещательные кадры ПК-2 тоже постоянно формирует широковещательные кадры И из-за того, что здесь петля Эти кадры никуда не деваются Как только одним из компьютеров был сформирован широковещательный кадр Он попадает в петлю и крутится там до бесконечности В конце концов кадры в петле накапливаются И допустим вот здесь вот показано Что 5 кадров широковещательных попало в свечи Они бегают по часовой стрелке И те же самые кадры бегают против часовой стрелки В результате постепенно вот эти вот каналы соединения забиваются широковещательными кадрами То есть канал ложится на 100% в 100% загрузку Притом не только связи между свечами ложатся в 100% загрузку Но и между конечными узлами также 100% загрузка получается Потому что это же широковещательные кадры, они идут во все возможные соединения, которые только есть Поэтому если у вас образовалось, например, 1000 кадров То в секунду каждый из узлов вашей организации будет получать 1000 кадров По сути своей такой вот экспоненциальный рост, количество вот этих вот широковещательных кадров является широковещательным штормом Постоянно растет количество кадров, которые попадают в петлю, но растет это до определенного предела Пока не забьются каналы, например, ПК-1, шестой кадр уже не сможет отсылать по каналу, потому что канал будет забит Конечно же, пятью кадрами не забить даже 10-мегабитный канал, но когда кадров 1000 широковещательных, то это вполне возможно Кроме того, что забиваются каналы, также повышается нагрузка на само сетевое оборудование Потому что чем больше кадров проходит через свитч, тем больше у него загружается процессор, который выполняет коммутацию В конце концов, сеть полностью перестанет работать, потому что забьется канал Либо процессор устройства будет загружен на 100% и будет обрабатывать только эти широковещательные кадры Либо сами интерфейсы тоже будут загружены на максимум И уже какой-то полезный трафик, предназначенный для ПК-2 от ПК-1, просто не сможет пройти Все, что вам нужно сделать, это просто вот так вот соединить двумя проводами два свитча И вы получите такую петлю коммутации Какое-то время данные все еще будут проходить, но очень скоро сеть работать перестанет Потому что накопится огромное количество кадров, которые бегают в петле Как же на реальном оборудовании понять, что у вас случилась петля Либо просто произошел бруткастовый шторм вследствие какого-либо сбоя Если вы посмотрите на лицевую панель коммутатора, у которого есть светодиодные индикаторы То вы увидите, что эти светодиодные индикаторы часто, а самое главное, синхронно мигают То есть в обычной рабочей сети, когда вы смотрите на индикаторы коммутатора Они могут мигать попеременно с любой частотой, как угодно Но когда случается широковещательный шторм, то все индикаторы на панели коммутатора будут синхронно мигать Значит, получилась такая вот штука, что у нас на картинке Получается, что сразу на все порты коммутатора приходит какое-то количество широковещательного трафика Что еще случается с сетью, когда образуется петля? Мы помним, что у коммутаторов есть таблица, которая называется таблица MAC-адресов MAC-адрес-тейбл В которой будет записано, что ПК-1 сидит за портом FastEthernet00 И тот же самый свитч будет знать о том, что ПК-2 находится за портом FastEthernet, например 1.2 Что происходит, если у нас есть петля маршрутизации? Данный свитч получает от ПК-1 широковещательный кадр Кадр от широковещательного у него в поле назначения стоит широковещательный MAC-адрес А в поле источника стоит MAC-адрес ПК-1 Соответственно, он, прежде чем отправить этот широковещательный кадр Дальше в свою таблицу MAC-адресов запишет, что ПК-1 находится за портом FastEthernet001 Дальше свитч пошлет копию кадра сюда и копию кадра сюда А потом вот этот свитч пошлет одну копию кадра того же самого сюда А вторую копию кадра сюда И что произойдет? Как только этот свитч снизу получит широковещательный кадр То он подумает и скажет Вот я в свою таблицу MAC-адресов записал, что ПК-1 находится в FastEthernet01 Но что-то я, видимо, значит ошибся И кадр пришел с таким же MAC-ом отсюда Значит, ПК-1 находится где-то за интерфейсом 0.2 И меняет свою запись в таблице MAC-адресов Потом копия кадра приходит сверху И свитч опять перестраивается И начинает считать, что ПК-1 находится где-то здесь И получается, что таблица MAC-адресов Постоянно меняется туда-сюда, туда-сюда То она думает, что ПК-1 здесь То она думает, что ПК-1 тут То же самое происходит и с этим свитчем Он также думает, что ПК-1 то там, то там В результате, если ПК-2 на ПК-1 Нужно будет отправить какой-то нормальный трафик То он пошлет кадр сюда Но никто из свитчей не будет знать, где же на самом деле Находится ПК-1, поскольку таблица MAC-адресов будет сбита Она будет неправильная Этот свитч пошлет кадр, ну например, сюда А вот этот вот будет думать, что ПК-1 находится здесь И направит этот кадр сюда И такой же Unicast-овый кадр Точно так же сформирует петлю И получается, что ПК-1 никогда не получит кадр С важными боевыми данными Которые ему направил ПК-2 Потому что вот этот вот товарищ свитч Не знает, где на самом деле За каким портом находится ПК-1 Он будет посылать вот этот вот кадр то сюда, то сюда Но никак не сюда Потому что будут случаи, когда эта ПК будет формировать Другие широковещательные кадры И на какое-то время свитч будет знать Что ПК-1 все-таки за этим портом Но чаще он будет получать то сверху, то снизу Ранее сгенерированные широковещательные кадры И будет думать, что ПК находится то здесь Либо здесь Вот это вот вторая проблема То есть первая проблема – это нагрузка на сеть То есть отказ в обслуживании сети Из-за широковещательного шторма, когда забиваются каналы Широковещательными пакетами И второе – это нестабильность таблицы MAC адресов Как еще кадр может попасть в петлю? Он может попасть туда в процессе Unicast Flanning Unicast Floating Что это такое мы уже рассматривали Когда свитч только просыпается, только его включают Его таблица MAC адресов пуста И даже если свитч получает какой-то Unicast кадр Который предназначен непосредственно для ПК-2 То поскольку он пока еще не знает, где сидит ПК-2 Он поступает с Unicast кадром Точно так же, как и с Broadcast Он его рассылает, посылает по всем своим интерфейсам Кроме того, через которые он его получил Получается, что копия Unicast кадра Опять же идет по часовой стрелке Другая против часовой стрелки То есть работа сети вот в такой вот конфигурации невозможна А как же нам тогда все-таки сделать Отказоустойчивость? Как нам избавиться от этой петли? Но при этом, чтобы все-таки было два провода Чтобы работала отказоустойчивость На помощь нам приходит Spanning-3 протокол СТП Протокол Spanning-3 это механизм, который позволяет бороться с петлями Если мы к свитчам, на которых работает протокол Spanning-3 Подключим вот такой схемой, когда есть петля Протокол Spanning-3 увидит, что есть такая петля И заблокирует один из каналов То есть вот этот канал будет заблокирован И останется только вот этот канал То есть физически кабель будет подключен, но по факту он работать не будет Потому что будет заблокирован протоколом Spanning-3 И работать будет только нижние соединения Если вдруг вот это нижнее соединение Каким-то образом оборвется То протокол Spanning-3 это увидит И разблокирует вот эту резервную линию связи И тогда трафик пойдет по второй резервной линии связи В нашей вот, в этой вот практической топологии С помощью протокола Spanning-3 Одна из линий связи будет ликвидирована Логически И в этом случае петли не будет Все будет работать тогда отказоустойчиво Как только один из дистрибьюшн свечей Откажет в обслуживании Протокол Spanning-3 это увидит, перенастроится Разблокирует те линии связи, которые были заблокированы И пользователи незаметно для себя продолжат работу с сетью Также петля может быть сформирована не для отказоустойчивости А например вот таким вот образом Когда взяли свечи и патч-кордом замкнули Соединили два порта В этом случае тоже получится петля внутри свеча Протокол Spanning-3 то же самое Он увидит, что если такое случилось И заблокирует один из портов И соответственно петли больше не будет Такое могут сделать по случайности Но бывает и что такое делают специально Когда к примеру у вас сеть на 600 человек И вы не знаете кто есть кто Вы не можете доверять всем Как я уже ранее говорил в примере Что когда под видом обычного сотрудника Устраивается на работу к примеру человек из фирмы конкурента Специально для того, чтобы вредить И вот он может взять и в офисе с помощью патч-корда Замкнуть две розетки Сетевые Эти розетки через патч-панель соединены со свечом Соответственно получится петля Чтобы всему этому противостоять Существует протокол Spanning-3 Вот у нас здесь будет три коммутатора Сейчас мы их соединим вместе И посмотрим, что будет Видите, сейчас кружки не зеленые, а оранжевые И сейчас если мы подключим какого-то конечного абонента То трафик между свечами проходить не будет Это как раз протокол Spanning-3 пытается определить Нет ли петель в той топологии, которую мы построили И вот теперь спустя примерно 15 секунд Spanning-3 отработал Посмотрел, что петель в топологии нету И разблокировал все порты Здесь действительно петли нету Петля образуется, если мы сейчас здесь сделаем еще одно соединение Как только мы делаем это соединение Свечи опять перестают работать И опять начинается пересчет топологии Пытаются понять, нет ли петли после того, как была добавлена еще одна связь В данном случае вот этот свеч, который ранее обслуживал абонентов После того, как мы сделали еще одно соединение Он перестал их обслуживать и начал пытаться выяснить, нет ли петель Как видите, теперь после того, как сеть срослась После того, как протокол STP во второй раз отработал Мы видим, что был заблокирован один из портов Заблокирован порт FastEthernet 0.1 То есть фактически произошло то, что мы видели здесь на картинке Лишняя линия связи была заблокирована Но блокируется на самом деле не вся линия связи А блокируется только один порт А другой порт остается рабочим Почему же? Потому что предполагается, что здесь может образоваться Какой-то другой свеч Либо хаб, который не поддерживает Spanning 3 И для того, чтобы можно было как-то соединиться с этим свечом Один из портов в линии связи, которая была заблокирована Остается рабочим А другой блокируется На самом деле в грамотном построении сети Не допускается появление такой штуки Когда в Spanning 3-шной топологии Образуется какое-то сетевое устройство Которое не поддерживает работу по Spanning 3 Оно как бы может работать Но это неграмотное построение сети Вот, к примеру, у вас есть офис В офисе розетки сетевые RJ45 Эти розетки через коммутационную панель Подключаются к свечу, которая находится за пределами Вот этого кабинета В какой-то серверной стойке находится Вот вы же теоретически можете в самой вот в этой комнате К розетке, которая подключается в свою очередь Как с S-свечу Подключить какой-то маленький неуправляемый свеч Просто для того, чтобы сделать дополнительные порты Технически-то это сделать можно Но это неграмотное построение сети Так делать крайне не рекомендуется Если вам не хватает розетки в офисе То, соответственно, вам нужно делать эти розетки Не нужно искать легких путей И к розетке подключать какой-то неуправляемый свеч Или коммутатор И пытаться добиться этим увеличения количества портов Это неправильно Тем более, если вы так сделаете Поставите, к примеру, хаб Либо какой-то другой неуправляемый коммутатор В розетку включите То вы не сможете полноценно сделать виланы Потому что вилан вешается на аксесс-порт На порт аксесс-коммутатора А на неуправляемом коммутаторе вы не можете повесить вилан Вы, конечно, можете сказать Что все абоненты, которые втыкаются в этот неуправляемый свеч Все будут относиться, к примеру, к пятому вилану Но нельзя будет сказать Что один абонент, подключенный к этому неуправляемому свечу Во втором вилане А другой абонент, подключенный к этому же неуправляемому свечу Находится, к примеру, в третьем вилане Вот так вот сделать нельзя Так вот Сейчас мы видели, что была заблокирована вот эта вот линия связи Нам очень важно понимать почему был заблокирован вот этот вот порт. А, например, не вот этот порт. Или не этот. Почему не наоборот? Это очень важно понимать для грамотного построения сети. Почему? Потому что... Вот, например, предположим, наша отказоустойчивая топология. Здесь у нас может быть, пускай, 100-мегабитный линк резервный, а здесь гигабитный линк основной. По умолчанию Spanning 3 нам заблокировал гигабитный линк. И получается, что хороший гигабитный линк не используется, он заблокирован. А 100-мегабитный, который довольно медленный, он работает. Это неправильно. Лучше использовать в качестве основного, конечно же, гигабитный линк. А 100-мегабитный заблокировать. И мы должны знать, как управлять Spanning 3, как сделать так, чтобы блокировалась не вот эта вот линия связи, а вот эта линия связи. То есть наоборот. В этой схеме аналогичным образом, например, между Distribution Switch'ами, вот тут вот, например, здесь есть линия связи, гигабитная. Если роутер кинет какой-то пакет на Distribution Switch 2, то если Spanning 3 не настроен, а просто включился в автоматическом режиме, то трафик может пойти через Access Switch. Вот так вот. Потом вот так вот пойти и прийти на Access Switch 2. Такое вполне может быть. Дело в том, что Access Switch'и, они более слабые, чем Distribution Switch'и, потому что свечи распределения, они обслуживают сразу многие Access Switch'и, при этом они более дорогие и более производительные. И нам выгоднее сделать так, чтобы трафик направлялся напрямую. А если Spanning 3 будет не настроен, то может получиться так, что тонна трафика будет, вместо того, чтобы напрямую поступать на быстрый Distribution Switch, по быстрому линку, будет гоняться через медленный Access Switch. То есть сеть, она будет как бы работать, но производительность ее будет снижена. И при большой нагрузке пользователи будут работать с 1С, возможно, какие-то будут работать с графическими, клиент-серверными приложениями, когда какое-то графическое приложение обращается к серверу и гоняет гигабайты графической информации между клиентом и сервером. И в этих случаях вы будете ощущать свой неправильный дизайн сети, потому что трафик ходит неоптимально. Как бы да, вы сделали отказоустойчивую топологию, но трафик ходит не по тем линкам, по которым хотелось бы. И поэтому для того, чтобы правильно построить дизайн, сейчас я говорю это все абстрактно, мы это все будем потом на практике видеть, когда будем строить сеть. Мы прямо это будем все видеть, как неправильно ходит трафик, как он неоптимально ходит. И будем с помощью команд, с помощью управления Spanning 3 делать так, чтобы он ходил правильно, чтобы все у нас оптимально работало. Про важность понимания работы протокола Spanning 3 я сказал. Начинаем изучать, как же оно все-таки работает. Почему заблокировался вот этот линк, а не вот этот и никакой другой. Блокирование порта происходит в три этапа. Первый этап – это этап выбора root-коммутатора. По-русски сказать, корневого коммутатора. То есть в топологии выбирается некий головный коммутатор. Например, вот этот будет главным root-коммутатором. И все остальные свитчи начинают думать, как же добраться до рута. То есть сначала определяется, кто рут и как до него добраться. Вторым этапом является этап выбора root-портов. То есть выбираются порты, которые наиболее выгодным образом смотрят на рута. У нас совсем простая топология, здесь все очевидно. Свитч 0. У свитча интерфейс FastEthernet 0.1 смотрит на рута, поэтому он остается не заблокированным. У свитча 2, FastEthernet 0.2 тоже смотрит на рута, поэтому он остается не заблокированным. Третьим этапом выбирается designated порты. Designated порты – это порты, которые не смотрят на рута, но по которым можно пускать трафик. В данном случае designated портами будет вот этот порт, потому что он на рута не смотрит, но по нему видно, что можно пускать трафик. И вот этот порт тоже будет designated, потому что он на рута не смотрит, но по нему можно пускать трафик. И вот этот порт тоже будет designated, потому что он также не смотрит на рута, и по нему также можно пускать трафик. И к третьему этапу мы можем отнести выбор alternate портов. Alternate port это тот порт, который был заблокирован. В нашем случае вот этот вот порт был заблокирован. То есть свитч по этому порту боевой трафик не принимает. Поэтому это alternate порт, заблокированный. Сейчас я все вот это вот рассказал в общем, а теперь мы начнем все это изучать более конкретно. И первый этап, о котором я говорил, это выбор рута. Рассмотрим процесс, как выбирается рут коммутатор. Забыл также сказать основную идеологию. То есть все коммутаторы строят дерево связи до рута и приводят топологию к топологии звезда. А топология звезда не имеет петель. Здесь вот можно наглядно представить, что если вот это вот у нас рут, например, то все вот эти вот коммутаторы строят свои связи до рута. То есть основная задача у Spanning 3 для всех коммутаторов это добраться до рута. Так как же выбирается рут? Выбор рут коммутатора. Для выбора рут коммутатора используются приоритет и макадрес коммутатора. Обычно у коммутаторов, если мы говорим о самых простых коммутаторах, макадреса нет. Но у коммутаторов, которые поддерживают Spanning 3, макадрес должен быть. Потому что сам свитч становится не просто транзитным устройством, через который проходит трафик, но он становится таким свитчом, который сам принимает трафик, предназначенный для него, и сам отправляет трафик. Поэтому у продвинутых свитчей есть макадрес. Итак, приоритет. Сначала на макадрес не смотрим, сначала приоритет. Корневым рут коммутатором выбирается такой коммутатор, у которого самый низкий приоритет. Обычно, когда мы говорим о приоритете, в человеческом понимании, чем выше приоритет, тем лучше. Здесь наоборот. Здесь чем ниже приоритет, тем лучше. Если у тебя приоритет самый маленький, значит ты самый главный. И у кого же здесь самый низкий приоритет? Из вот этих трех коммутаторов. Ни у кого. Здесь у всех приоритет одинаковый и равен приоритету по умолчанию 32768. Когда вы только достали коммутатор, включили его, вы ничего не настраивали, Spanning 3 там включен по умолчанию, соответственно, у вас у всех коммутаторов будет приоритет по умолчанию. 32768. Коммутаторы просыпаются с одинаковым дефолтным приоритетом 32768. Вот мы как раз только закупили какую-то партию свечей, включили их, и приоритет у всех одинаковый и равен значению по умолчанию. Если приоритет у всех одинаковый, то начинает сравниваться MAC-адрес. У кого MAC-адрес будет самый маленький, тот и станет root-коммутатором. У кого здесь MAC-адрес самый маленький? Тут, в конце 3200, 3100, и очевидно, что вот этот вот MAC-адрес самый маленький. Коммутатор свечи 2 становится root-коммутатором. Таким образом завершается процесс выбора root-коммутатора, и начинается процесс выбора root-портов. Но об этом чуть позже. Сначала вот был выбран root-коммутатор. На самом деле приоритеты MAC-адрес между свечами не передаются по отдельности. Приоритеты MAC-адреса вместе превращаются в 8-байтовое число, которое называется bridgeID. BridgeID состоит из 2-х байтов приоритета и 6-ти байт MAC-адреса. То есть приоритет плюс MAC-адрес и равно bridgeID. И у кого будет самый маленький bridgeID, тот и станет корневым коммутатором. На самом деле в конфигурации напрямую нигде не написано само вот это вот 8-байтовое число bridgeID. Если мы зайдем на коммутатор и посмотрим состояние Spanning 3, showspanning 3, команда будет, то мы там увидим, что в отдельности будет написан приоритет и отдельно будет написан MAC-адрес. И человек, когда смотрит на конфигурацию, он управляет приоритетом, но еще он может управлять MAC-адресом. BridgeID он сам делается на основании приоритета и на основании MAC-адреса. То есть приоритет плюс MAC-адрес, это и будет bridgeID. В сообщении, которыми обмениваются эти коммутаторы, будет написано bridgeID. Между коммутаторами как раз таки и передаются вот эти вот сообщения, которые называются BPDU, Bridge Protocol Data Units. Вот эти вот сообщения, которые передаются между коммутаторами, для того, чтобы выяснять, есть ли петля или петли нету, называется BPDU. BPDU это кадр. Есть Ethernet-кадр, а это не Ethernet-кадр. Это отдельный самостоятельный кадр, который называется BPDU. Можно говорить, что BPDU это сообщение, но если лезть в дебри, то есть детально об этом говорить, то он работает на втором уровне модели OSI. Поэтому это кадр, это не IP-пакет. Тут нет никаких IP-адресов, здесь даже нет вообще никакой адресации, нет у MAC-а, нет MAC-адресов, нет каких-либо других канальных адресов. Здесь этого нет. И вот как раз мы видим, что вот 8 байт, root, bridgeID. Вот как раз вот в этом BPDU-кадре передается вот это вот bridgeID. Мы можем посмотреть, как происходит обмен этими BPDU-шками. Выберем STP. Кадр называется BPDU, но формирует его протокол Spanning 3. STP Spanning 3 Protocol. Поэтому в Cisco Packet Tracer будет показываться, что это некий STP, но на самом деле это BPDU-фрейм, BPDU-кадр. И вот они пошли. Помните, когда мы строили сеть, нам вот это попадалось, и я говорил, что не обращайте внимания на это. А теперь детально рассматриваем, что такое STP. И вот постоянно, даже когда уже сеть срослась, то есть выяснили, что нету петель, все равно BPDU-шки передаются. И видите, даже несмотря на то, что порт заблокирован, по нему BPDU-шка все равно передается. То есть он заблокирован для пользовательского трафика. То есть вообще для любого трафика, кроме служебного BPDU. Передаются такие сообщения, BPDU-шные кадры, раз в две секунды, в классическом Spanning 3, который мы сейчас изучаем. Если мы его посмотрим, то мы видим, что вот он кадр, BPDU, работает на втором уровне модели OSI. Вот он. Мы видим, что BPDU-кадр вкладывается в обычный Ethernet-кадр, и в нем передается. Просто и сам обычный Ethernet-кадр, и BPDU-шный кадр, они все работают на втором уровне модели OSI, поэтому это кадры. Обычно у нас в Ethernet что вкладывается? Вкладывается IP-пакет, либо OSPF-пакет. А тут в Ethernet-кадры вкладывается в поле данных еще один кадр, BPDU-шный. Когда свитчи только что проснулись, только их включили в розетку, и каждый из них считает себя рутом. То есть каждый из коммутаторов думает, что он рут. И по всем имеющимся связям начинает рассказывать своему соседу и говорит о том, что я рут. Просыпается свитч-третий, в поле root-bridge-id пишет свой bridge-id, то есть он считает рутом себя. И сендер-bridge-id, он ставит тот же самый bridge-id и посылает на свитч-первый. Свитч-первый в свою очередь, свитч-у третьему, тоже посылает такой же BPDU, и root-bridge-id ставит свой bridge-id и говорит, что я рут. То же самое и происходит и с этим коммутатором. И св-1, и св-3 посылают BPDU-шку, где в поле root-bridge ставят свой bridge-id и намекают на то, что я являюсь рутом. Свитч-3 получает вот эти вот BPDU-шки. То есть свитч-третий получил одну BPDU-шку от свитч-а-1, где написано, что свитч-1 root. И от свитч-а-2, свитч-3 тоже получает BPDU-шку, в которой написано, что root-swитч-2. Когда свитч-3 получает две вот этих вот BPDU-шки, он смотрит на то, что в сендер-bridge-id. И свитч-3 с тем bridge-id, который он получил от свитч-а-2 и который он получил от свитч-а-1. И если он видит, что у кого-то сендер-bridge-id меньше, то он начинает перековываться и начинает считать рутом вот этот коммутатор, потому что bridge-id у него будет меньше. И далее уже свитч-3, когда снова будет кому-то отправлять BPDU-шку, в поле root-bridge-id будет писать не свой bridge-id, а bridge-id свитч-а-2. И рассказывает свитч-у-1 о том, что root теперь не я, а теперь свитч-2. Вот так вот и происходит выбор root-коммутатора. То есть еще раз, что происходит. В свитч-3, как только все свитчи просыпаются, каждый себя считает рутом. Все друг другу начинают рассказывать о том, что мы руты. Если мы смотрим только на то, что происходит на свитче третьем, то свитч-3 от двух своих соседей получает две BPDU-шки и смотрит на поле сендер-bridge-id в тех BPDU-шках, которые он получил. И после этого вот этот вот сендер-id-bridge, который он получил в двух BPDU-шках, начинает сравнивать со своим собственным bridge-id. Если вдруг он видит, что у одной из BPDU-шек, которые он получил, сендер-bridge-id меньше, чем его собственный, он начинает считать рутом кого-то другого. В данном случае он начинает считать свитч-2 root-коммутатором. По умолчанию свитчи будут ждать 15 секунд. То есть даже если все три свитча уже выяснили, кто является root, то есть вот этот перековался считает рутом свитч-2, и вот этот перековался считает рутом свитч-2, они все равно будут ждать 15 секунд на случай, если вдруг придет еще одна BPDU-шка и скажет, что она знает лучшего рута. То есть у Spanning 3 есть несколько версий. Мы сейчас рассматривали классическую версию, которая работает по таймеру. Вот раз в 2 секунды отправляются вот эти BPDU-шки, когда выбирается root-коммутатор. Даже если root-коммутатор был выбран там за 7 секунд, оставшиеся 8 секунд коммутаторы будут просто сидеть и ждать появления еще какой-либо BPDU-шки. То есть они не будут переходить к следующему этапу выбора root-портов, и, соответственно, не будет проходить никакой трафик. Так что если у нас небольшая сеть, примерно как здесь вот, к три коммутатора, для ускорения работы мы сможем подкрутить таймер. Мы сможем сказать, что root-коммутатор будет выбираться, допустим, за 8 секунд, и оставшиеся 7 секунд ждать будет не нужно. Почему уже сделано 15 секунд? 15 секунд рассчитано на топологию 7 свечей. Если будет сеть чуть побольше, допустим, 7 свечей, то Spanning 3 классический предполагает, что вот за 15 секунд все 7 коммутаторов наконец-то смогут понять, кто есть root. Потому что если бы было, допустим, только 5 секунд, вот эти бы 3 свеча уже начали считать root-ом к свечу 2, а так в цепочке еще какие-то коммутаторы есть, и еще, допустим, через 5 секунд после того, как свечу 2 стал root-ом, наконец-то приходит BPDU-шка от какого-то дальнего свеча, и оказывается, что у него там bridge-ID будет меньше, и root-ом надо считать его. Вот для таких ситуаций сделан такой большой таймер. 15 секунд. Если у нас меньше, чем 7 свечей, то мы этот таймер должны будем сделать меньше. Потому что чем меньше будет таймер, тем быстрее будет выбираться root, тем быстрее будет переходить к следующему этапу, тем быстрее пользователи наконец-то начнут работать сетью. А вот если было бы больше, чем 7 коммутаторов, то, соответственно, нужно будет таймеры ставить чуть больше. А опять же, это классический Spanning 3. Rapid Spanning 3, который мы будем дальше изучать, он будет быстрее работать. Итак, выбор root-коммутатора завершен, все считают свеч второй. Рутом. Начинается следующий этап, выбор root-портов. Хорошо, root-а мы выбрали, но как же добраться до root-а? У нас линий связи много. Например, свеч 3-й до root-а может добраться либо через Fast Ethernet 0.3, либо через Fast Ethernet 0.2. По какому каналу добираться до root-а? Неизвестно. И вот начинается выбор root-портов. То есть те порты, которые будут смотреть на root-а. Здесь появляется понятие стоимости интерфейсов. С подобным мы уже сталкивались в OSPF. Здесь аналогичному OSPFу существует стоимость интерфейса. По умолчанию на нашем примере стоимость всех интерфейсов равна 100. Стоимость интерфейса, так же как и в OSPF, будет вычисляться по формуле, но немножко по другой формуле. И будет зависеть от скорости интерфейсов. В данном случае скоростя на всем участке сети одинаковые. Поэтому везде стоимость равна 100. Switch 2 посылает BPDU на Switch 1. Switch 1 соглашается с тем, что Switch 2 является root-ом, потому что у него Bridge ID меньше. И при этом Switch 2 рассказывает стоимость, за которую он себя знает. Поскольку Switch 2 сам является root-ом, то его стоимость будет равна 0. Стоимость передается в BPDU кадре в поле root-path-cost. Вот root-коммутатор, когда он всем другим посылает BPDU, он вот тут вот ставит нолик и сообщает, что он сам является root-ом. Он говорит, что я знаю себя за 0 единиц. Switch 1 будет знать Switch 2 за 100 единиц, потому что стоимость его интерфейса равна 100. Получается, что Switch 1 знает root-коммутатор за 100 единиц. При этом Switch 2 посылает ту же самую BPDU на Switch 3. Switch 3, ту же самую BPDU от Switch 2, транслирует на Switch 1. Но Switch 3 тоже знает, что он может добраться до Switch 2 за 100 единиц. И соответственно, когда уже Switch 3 рассказывает Switch 1 о том, что он может добраться до рута, в поле root-path-cost, он пишет, что через него можно добраться до рута за 100 копеек. И вот эта информация поступает на Switch 1. Что в итоге получается? Получается, что Switch 1 одну BPDU получил напрямую от рута, в котором root-path-cost был равен нулю. И при этом точно такую же BPDU, как добраться до рута, он получил от Switch 3. Но в этой BPDU написано, что до рута можно добраться за 100 единиц. Плюс он добавляет свои 100 единиц и получает 200 единиц. И он начинает сравнивать вот эти вот две BPDU-шки. Одна BPDU-шка стоит 100 единиц, а другая BPDU-шка стоит 200 единиц. Соответственно, до рута выгоднее добраться через интерфейс в FastEthernet 0.0. Такой интерфейс и становится root-портом. То есть разблокированным портом, который смотрит на рута. И FastEthernet 0.2 смотрит на рута через Switch 3. Но и FastEthernet 0.1 тоже смотрит на рута. Из двух вариантов выбирается вариант с наименьшей стоимостью. Здесь 100 единиц для того, чтобы добраться до рута. Здесь 200 единиц. Выбирается наименьшее значение. Что происходит на Switch 3? Здесь то же самое. Switch 2 рассказывает Switch 3 о том, что до него можно добраться за 0 единиц. И Switch 1 тоже рассказывает Switch 3, что до него тоже можно добраться до рута, но уже за 100 единиц. И, соответственно, Switch 3 выберет какое-то одно из этих направлений. Потому что он получил две BPDU-шки, сравнил их и получил, что BPDU-шка от Switch 2 выгоднее, чем BPDU-шка от Switch 1. Но здесь появляется еще одна проблема. Здесь две линии связи с одинаковой стоимостью. С одинаковым root-pav-cost. Как же поступать в этом случае? В этом случае начинает играть роль порт ID. У каждого интерфейса есть не только стоимость, но еще и ID. Это в BPDU-кадре вот оно. Соответственно, получается, что Switch 3 получает не две, а три BPDU-шки о том, как добраться до рута. Одна BPDU-шка идет по этой линии связи, вторая BPDU-шка идет по второй линии связи, и третья BPDU-шка идет до Switch 1. Сначала он смотрит, если мы говорим про выбор портов, на стоимость. Тут стоимость больше, чем по вот этим вот двум BPDU-шкам. Значит, одну BPDU-шку мы откидываем. Остаются только две BPDU-шки. И у них одинаковый root-pav-cost. То есть, одинаковая стоимость. Если стоимость одинаковая, но при этом все равно нужно выбрать root-порт, потому что root-порт может быть только один, начинается с сравнения порта ID. Порт ID, он принадлежит вот этому коммутатору. То есть, BPDU-шку root-коммутатор пишет порт ID. Когда он посылает BPDU-шку через интерфейс fast-ethernet 0.2, порт ID, он пишет вот такой вот, 128.2. Когда посылает BPDU-шку через интерфейс fast-ethernet 0.1, пишет 128.4. Соответственно, Switch 3 видит, что в обоих BPDU-шках одинаковый root-pav-cost, но порт ID разный. Выбирается та BPDU-шка, у которой, опять же, наименьший порт ID. В данном случае, лучшая BPDU-шка с меньшим порт ID пришла по интерфейсу fast-ethernet 0.2. Значит, root-портом будет выбран как раз fast-ethernet 0.2. То есть, вот это вот линия связи. Получается, что мы сначала выбрали root-а, а затем мы выяснили, как наиболее выгодно добраться до root-а. Root-коммутатор не выбирает никакие root-порты, потому что он сам по себе root. Он не может никак смотреть ни на какого root-а, потому что он сам по себе root. Поэтому у корневого коммутатора root-порты не выбираются. Root-порты выбираются у соседних коммутаторов, которые не являются root-ами, и root-порт может быть только один. Следующий этап – выбор designated и alternate портов. То есть, выбираются порты, которые будут заблокированы. Смотрим сначала сюда. Здесь, со стороны свеча 3, порт будет заблокирован. Это будет alternate. Они здесь помечены красным, которые заблокированы. А другой порт останется живым. Я вам говорил, это делается для того, чтобы мы могли посадить какой-то хаб, например, либо какой-то неуправляемый свитч сюда. То есть, когда блокируются линии связи, которые формируют петлю, всегда один порт остается живым, который пропускает боевой трафик, а какой-то порт остается заблокированным. Так вот, почему здесь решили заблокировать? А тут решили оставить открытым, а не наоборот. Потому что свитч запоминает BPD-ушки, которые он когда-либо принимал, и когда-либо отправлял. Что получается здесь? Здесь свитч помнит, что он отправлял BPD-ушку сюда, и говорил, что он знает root-а за 200 единиц. А ту BPD-ушку, которую он получал по этому порту, ему там говорили, что кто-то там знает root-а за 0 единиц. Это был сам root. Поэтому, опять же, сравнивая две BPD-ушки, ту, которую мы когда-либо отправляли, и говорили, что мы знаем root-а за 200 единиц, и ту BPD-ушку, которую мы получали по этому порту, в которой было написано, что кто-то там знает root-а за 0 единиц, самая выгодная BPD-ушка была та, которая посылала с кем-то там. У нас BPD-ушка невыгодная, которую посылали по этому порту. Поэтому мы этот порт блокируем. Если рассматривать коммутатор Switch 2. Понимаете, дело в том, что Switch 2, он тоже по вот этой вот линии связи на этапе выбора рут-коммутатора получал сообщение о том, что за портом Fast Ethernet 0.1 кто-то знает рута за сколько-то там единиц. Но сам коммутатор по этому порту Fast Ethernet 0.1, поскольку он сам рут, он говорил, что он знает рута за 0 единиц. И Switch 2 запоминает по подушке, которую он когда-либо отправлял, никогда-либо получал. И когда-то он отправлял, что он знает рута за 0 единиц, а получал он, что рута кто-то там знает за 300 единиц. Сравнивая вот эти две BPD-ушки, лучшая BPD-ушка та, которую отправлял он по этому порту, поэтому он делает Designated. А здесь была наоборот противоположная ситуация. Мы отправляли худшую BPD-ушку, получали лучшую, поэтому мы порт заблокировали. Теперь вот этим вот двум товарищам нужно решить, какой порт составлять рабочим, а какой заблокировать. И они опять начинают сравнивать BPD-ушки. Всегда сначала сравнивается root BridgeID. То есть Switch 3 говорит Switch 1, я знаю рута с BridgeID таким-то. И вот это говорит вот этому, что я тоже знаю рута с BridgeID таким-то таким-то. Ясно. Значит мы оба знаем одного и того же рута. Потом Switch 1 говорит, я знаю рута за 100 единиц. Switch 3 говорит, знаешь, я тоже знаю рута, я тоже знаю его за 100 единиц. Значит мы не можем решить этот спор. Значит мы с тобой вместе знаем одного и того же рута, при этом стоимость у нас до рута одинаковая. Тогда свитч первый говорит, что у меня MAC адрес заканчивается на 3200, а свитч третий говорит, что у меня MAC адрес заканчивается на 3300. То есть та BPDU, которую ты мне присылаешь, лучше, чем та BPDU, которую я отправляю тебе, поэтому я свой порт блокирую, а ты оставляй его открытым, разблокированным. Таким образом, сравнивая BPDU, определяется, какой порт будет designated, а какой будет alternate. Весь Spanning 3 работает по принципу сравнения BPDU. Какая BPDU лучше, тот и будет прав. Лучшая BPDU в цисковской терминологии называется Superior BPDU. Лучшая BPDU. Когда у нас был этап выбора root коммутатора, они друг другу присылали BPDU и сравнивали, какая BPDU лучше. У какой BPDU поле Center ID меньше. Потом, когда выбирали root порты, тоже сравнили BPDU. Вот этот свитч третий получил 3 BPDU и сравнивал, какая лучше. Смотрел на root порты, смотрел на root pathcost, смотрел на port ID, также смотрел на root bridge ID и выбирал лучшую BPDU. Самая лучшая BPDU становилась root портом. Потом, когда выбирали alternate designated порты, выбиралась самая лучшая BPDU. Superior BPDU. На этом принципе и работает протокол Spanning 3. Смотрим на сегменты. Что такое сегмент? Это линия связи, которая соединяет два свитча. Вот у нас сегмент, вот у нас сегмент, вот еще 4 сегмента. Правило выбора designated портов гласит, что в одном сегменте Ethernet должен быть только один designated порт. Второй порт в том же самом сегменте может быть либо root портом, либо alternate портом. Alternate порты по-другому называются non-designated порты. То есть вот как мы видим, вот сегмент Ethernet. Здесь один порт designated, то есть пропускает трафик. Второй alternate, заблокированный. Здесь один designated, другой root. Здесь тоже designated, здесь alternate. Если будет вдруг два designated порта, то есть designated и designated, то это будет означать, что два designated порта формируют петлю. У root коммутатора все порты всегда designated. За исключением тех случаев, если вдруг вы два порта root коммутатора соедините патч-кордом. Вот в этом случае один порт останется designated, а второй будет alternate. Но в обычной ситуации, в топологии, у root коммутатора все порты будут designated, они все будут форвардить трафик. А у не root коммутаторов будут root порты, alternate порты и designated порты. Почему у root всегда designated? Потому что root по умолчанию всегда поставил самую лучшую BPDU на любой порт. Если мы посмотрим немножко на практике, то как здесь можно подумать, кто у нас здесь root? Вот это вот точно не root, потому что у него один из портов заблокирован. А у root по умолчанию все порты форвардят трафик. Значит, root либо вот этот, либо вот этот. Давайте посмотрим. Дадим команду showspanning3. И получаем полную информацию про spanning3. Вот у нас показывается root ID. Показывает, кто есть root. Сразу скажу, что вот этот коммутатор root у меня не является. Тут показывается приоритет root, MAC адрес, стоимость. И порт, через который мы знаем root. FastEtherNet 0.1. Это вот то, как знает root коммутатор switch 0. По какому адресу, по какому приоритету, по какой стоимости, по какому порту. Здесь показывается информация за сам вот этот вот switch 0. Какой у самого switch 0 приоритет, MAC адрес и таймеры. О таймерах я говорил еще чуть позже, напомню. Видите, bridge ID состоит из приоритета и MAC адреса. Ну и далее самое интересное. Интерфейсы и в каком состоянии они работают. Показывается интерфейс, показывается роль, то есть root, либо alternate, либо designated. Показывается статус, forwarding, то есть мы пропускаем трафик по этому порту. Показывается стоимость интерфейса, показывается приоритет этого интерфейса. И тип подключения, но об этом чуть позже. То есть вот интерфейс FastEtherNet 0.1, root, то есть смотрит на root. Значит этот интерфейс у нас смотрит на root. А второй FastEtherNet 0.2 пропускает трафик, является designated портом. Если мы посмотрим на вот этот коммутатор, то мы видим, в root ID появилась строчка this bridge и the root. Это главный признак, по которому мы можем понять, что данный коммутатор был выбран рутом. И видите, root ID и bridge ID, они полностью совпадают. То есть он root и bridge ID такой же, как у rootа, потому что он сам root. Ну и конечно же информация по интерфейсам, все порты designated, пропускают трафик. Здесь это все показано. Ну и последний здесь. Опять же знаем рута с таким приоритетом. Bridge ID показывается. И интерфейсы. Один интерфейс вот этот вот является рутом. Смотрит на рута. А второй интерфейс Alternate. И статус у него блок там, блокирован. То есть вот и все. Вот так вот по сути своей работает Spanning 3. Теперь нам нужно рассмотреть, как управлять приоритетом, стоимость интерфейсов, приоритетом интерфейсов и посмотреть, какие есть версии у Spanning 3, как ускорять Spanning 3 и так далее. Как его оптимизировать. Сохраняем конфигурацию нашу. Перейдем к ручной модификации поведения Spanning 3. Первое, что нас интересует, это ручной выбор корневого рут-коммутатора. Ручной выбор рута. Но вначале продемонстрирую, зачем это нужно. У нас есть какой-то пограничный роутер, который обеспечивает выход в интернет. Настраивать ничего не будем, просто схематично покажу. И здесь конечный пользователь. Мы помним, что рутом автоматически был выбран свитч первый. Они посчитали и заблокировали вот этот порт. То есть вот эта вот линия связи неактивна. Если пользователь пока ноль решит обратиться в интернет, то IP-пакет, который он сформирует, будет направлен следующим образом. От него на этот коммутатор, затем от коммутатора до рута, и от рута уже на свитч, с которым соединен роутер, дальше на роутер и в интернет. То есть трафик пойдет по неоптимальному пути, коммутации. Он пойдет через лишний свитч. Трафик мог бы пройти вот так вот и сюда. А у нас получается используется лишнее сетевое устройство, что не очень хорошо. Нам нужно сделать так, чтобы рутом стал свитч 2. Тогда все другие коммутаторы в топологии, соответственно перестроят топологию, и будут строить дерево уже до свитча 2, который станет рутом. То есть будут строить все свои связи, как добраться до рута в другую сторону, в нужную нам сторону. По удаляем вот эти вот лишние устройства, они сейчас нам не нужны. Как заставить свитч 2 стать рутом? Для этого enable confter. В глобальном конфиге свитча мы должны дать команду spanin3. Дальше указываем за какой вилан мы его хотим сделать рутом. В данном случае по умолчанию работает первый вилан. Всегда у нас по умолчанию первый вилан. Про spanin3 касательно виланов мы будем говорить отдельно. Сейчас просто понимаем, что у нас один вилан, и делаем мы рутом за первый вилан. spanin3 вилан один рут. И говорим какой рут. Рут primary. Как только мы применим вот эту команду, приоритет свитча 2 станет на 8192 меньше, чем приоритет текущего рута. Еще раз. У нас несколько коммутаторов. Один из коммутаторов сейчас является рутом. Его приоритет 32768. Когда мы на любом другом коммутаторе даем команду spanin3 вилан1 root primary, то приоритет свитча 2, на котором мы даем эту команду, станет на 8192 меньше, чем приоритет текущего рута. Обратите внимание на тот факт, что приоритет становится меньше не по отношению того, который был у самого свитча 2, а по отношению к приоритету, который сейчас у текущего рута есть. Как только мы сделали этот свитч рутом, у нас сразу происходит пересчет топологии. Примерно через 30 секунд мы увидим, что все связи поменяются. Как видно, теперь вот этот линк, который ранее был заблокирован, теперь разблокирован, потому что свитч 2 стал рутом. В этом мы можем убедиться, дав команду show spanin3. И мы увидим, что теперь написано this bridge is the root. И вот чему равен его приоритет. На 8192 меньше, чем приоритет, который раньше был у свитча 1, чем приоритет старого рута. Также можно не писать вот это вот show spanin3, а сократить на команду show span. И будет то же самое. Намного удобней. Есть одна хитрость в этой команде. Show spanin3, vlan1, root, primary. Если приоритет текущего рута был приоритетом по умолчанию 32768, то приоритет нового рута действительно станет меньше на 8192. Но если изначально приоритет текущего рута уже отличался от значения по умолчанию в 32768, то когда мы дадим команду spanin3, vlan1, root, primary, то приоритет нового рута станет меньше не на 8192, а на 4096. Ну так вот, мы сейчас рутом сделали свитч 2, и теперь у нас трафик проходит оптимально. Теперь мы, допустим, захотели сделать рутом вот этот вот, свитч 0. То же самое в глобальном конфиге. Пишем команду spanin3, vlan1, root, primary. Что сейчас произойдет? Приоритет свитча 0 станет меньше на 4096, чем приоритет текущего рута. Вот этого. А если бы мы только включили свитчи, и у текущего рута был бы приоритет по умолчанию 32768, то тогда бы вот эта команда сделала бы приоритет меньше, чем приоритет текущего рута на 8192. Надеюсь, понятен этот момент. После применения команды опять происходит изменение топологии. Через 30 секунд все будут пытаться добираться до вот этого вот рута. Сейчас приоткроем нашу схему, когда мы еще не изменяли приоритеты. Теперь этот свитч опять рут. Сейчас пройдет 30 секунд, топология построится. Есть еще одна команда. spanin3, vlan1, root, secondary. Эта команда позволит нам сделать запасного рута. Если один наш основной рут откажет в обслуживании, то второй рут, который был запасным, станет основным. Вот эта команда выставит приоритет свитча 2 на 28673. И данный приоритет 28673 не будет зависеть ни от чего. На каком бы коммутаторе мы бы не выполнили вот эту команду, приоритет всегда будет проставляться 28673. В данном случае уже не зависит от того, какой приоритет был у рута. Не зависит. Какой бы приоритет не был у рута, какой бы мы не имели свой собственный приоритет, выполнив эту команду, doShowSpun, наш приоритет всегда будет становиться 28673. Теперь смотрите, какая штука. Мы знаем, что первый раз, когда мы выполняем команду spanin3, vlan1, root, root, primary, то наш bridge ID становится меньше на 8192, чем приоритет рута нашего, если приоритет был равен приоритету по умолчанию. Если же нет, то наш приоритет становится меньше на 4000. 4096, если приоритет текущего рута не был равен по умолчанию. Так вот, что мы можем делать, если у нас какая-то большая топология свечей? Нам по каким-то причинам часто приходится менять рута. Вот мы вот этому сказали, что ты будешь primary. Потом вот этому сказали... ...то, что ты будешь primary. Потом вот этому сказали, что ты будешь primary. Потом вот этому опять, потом опять вот этому, потом опять вот этому. И каждый раз данная команда отнимает 4096 от приоритета текущего рута. Соответственно, приоритет рута становится все меньше и меньше. Так, посмотрим, что случилось. Do, show, span. Видите, приоритет стал равен одному. Мы с помощью вот этой вот команды истощили приоритет. Мы очень часто ее применяли. И приоритет стал равен одному. Больше нечего вычитать 4096. И все. Теперь команда span.3, vlan.1, root.primary работать не будет. Когда у нас полностью закончится приоритет, мы уже не сможем на другом свече сказать, что ты будешь главным свечом. И данный коммутатор работать не будет, потому что нужно отнять 4096 от текущего рута. А у текущего рута приоритет равен 1. Больше вот эта команда работать не будет. Что делать в этом случае? В этом случае приоритет нужно установить вручную. Команда span.3, vlan.1, priority. Приоритет мы можем установить от 0 до 61 440. Но не просто так, а с шагом в 4096. То есть мы можем поставить 4096. Дальше мы можем поставить число 8192. 12288. И так далее. Вот поставим 12288. Все, теперь душу у span. Вот наш приоритет стал 12289. И мы для того, чтобы восстановить, должны будем вручную всем задать большой приоритет. А у нужного рута опять применить команду rootprimary, которая отнимет от любого другого коммутатора, который является рутом 4096. И новый коммутатор станет рутом. С этим разобрались. Я думаю, что понятно. Безвыходных ситуаций не бывает. Мы либо вручную можем дозначить меньше приоритет, больше приоритет. Также можем использовать команду span.3, vlan.1, rootprimary для того, чтобы сделать кого-то рутом. Либо rootsecontary для того, чтобы сделать запасным рутом. Если мы накосячили, и у нас у рута опять приоритет стал равен 1, мы можем с помощью команды priority установить всем коммутаторам, например, максимальный приоритет. И на любом из коммутаторов, который нам нужно сделать, рутом, применить команду rootprimary. Так как мы остановим большой приоритет на всех коммутаторах, и опять вернем сеть в работоспособное состояние. Касательно рутов. Снова вернем в первоначальное состояние. И добавим еще одну линию связи. Как у нас это было на картинке. На самом деле оно 30 секунд находится в нерабочем состоянии, и не появляются зеленые кружки. Я просто останавливаю видео, чтобы не тратить время. И включаю, когда оно уже становится, когда уже сеть сходится. Здесь тоже есть понятие сходимости сети. Когда мы изучали маршрутизацию, мы говорили, что сходимость сети это то состояние, при котором все роутеры получили маршруты до всех сетей. По отношению к коммутации сходимости сетей, сеть сошлась, означает, что коммутаторы и порты всех коммутаторов перешли в рабочее состояние. Сходимости у классического Spanning 3, который мы сейчас рассматриваем, очень и очень низкая. 30 секунд. Это очень много. Но об этом чуть позже. У нас получается, что... Получается, что вот это у нас рут. Давайте пока все-таки рассмотрим, вот когда одна линия связи. Вот мы сейчас видим, что вот был заблокирован вот этот вот порт, а вот этот вот порт остался разблокированный. Почему так происходит? Потому что BPDU, которая посылает вот этот свитч сюда, она хуже, чем BPDU, которая посылает вот этот свитч сюда. По каким критериям она хуже? Она хуже по BridgeID. BridgeID у вот этого вот коммутатора больше, чем вот у этого коммутатора. Поэтому и BPDU, которую он посылает, лучше. Мы это можем посмотреть на практике. Если мы здесь дадим команду ShowSpan, то вот для нас BridgeID, как таковое число, не показывается. Мы видим MAC-адрес. Что такое BridgeID? Это приоритет плюс MAC-адрес. Приоритет 32768. У обоих свитчей одинаковый. Если он одинаковый, то мы смотрим на MAC-адрес. И видим, что здесь MAC-адрес начинается на 0.00C, а здесь ShowSpanning3 начинается на 0.00D. 0.00D больше, чем 0.00C. А если больше, то хуже. И получается, что вот этот коммутатор имеет больше BridgeID, больше приоритет по отношению к этому. И это хуже. Чем больше, тем хуже. Поэтому свитч второй проигрывает своей BPT-ушкой свитчу нулевому. Поэтому здесь порт и стал Alternate, Non-Dessignated, заблокированный. А тут Designated. И вот если мы хотим поменять вот это поведение, все, что нам нужно сделать, сделать меньший приоритет для вот этого свитча по отношению к тому приоритету, что был здесь, что есть здесь. Но если мы сейчас здесь поменяем приоритет на меньший, то вот этот вот свитч, у нас свитч станет рутом. А нам это нежелательно. Мы тогда не увидим, как они поменялись местами. И заблокированный порт с Designated. Поэтому нам вот этот свитч, несмотря на то, что он уже есть рут, нам его нужно вручную зафиксировать. В рут позицию. С помощью команды Spanning3, VLAN1, RUT, Primary. Он как и был рутом, так и остался. Но командой Primary мы понизили приоритет рута. Dushow Span, который стал 24577. И теперь мы тут можем спокойно понизить приоритет. Confter, Spanning3, VLAN1, Priority. Если текущий 32768 мы можем установить шагом 4096, то получается 28672. Это приоритет не меньше, чем приоритет у рута. Поэтому рутом он не станет. Но будет лучше по отношению к этому. Сделали. Все, теперь попадушка от этого свитча будет лучше, чем выпадушка от этого свитча. И зелененькой станет вот эта точка. Узнаем мы это только через 30 секунд. Вот видите, то есть зелененькой была вот эта точка, а стала вот эта точка. Но вы понимаете, что это интерфейсы поменялись. Вот этот стал designated, а вот этот стал alternate, заблокирован. Хорошо, с этим разобрались. Мы поменяли заблокированный порт и designated порт. Давайте перезапустим схему. Сделаем рутом, теперь свитч второй. И подождем 30-40 секунд. Проложим еще одну линию. Как видим, у рута все порты находятся в состоянии forwarding. При этом они все designated. Здесь один порт был root-портом. Вот он, это root-порт, потому что он смотрит на рута. А второй порт заблокированный. А что если мы хотим root-портом сделать вот этот порт? Пускай этот порт у нас будет root-портом и будет проводить трафик. А этот станет alternate-ом, заблокированным. Помните, как работает этот механизм? Root по умолчанию самый главный и посылает самую сильную BPD-ушку. При этом посылает он две BPD-ушки. Одну сюда, одну сюда. На свитч 0 приходят две вот этих BPD-ушки. И поскольку у них одинаковые bridge-id. То есть у двух вот этих BPD-ушек, которые встретились на одном и том же свитче. Одинаковые bridge-id. А этот bridge-id посылает на свитч 0 вот этот роутер. Вот этот root. При этом у них одинаковая стоимость на интерфейсах. И в роль вступает такое понятие, как port-id. Приоритет порта. Root посылает приоритет. И свитч 0 уже смотрит. Тот порт, на который пришла самая выгодная BPD-ушка. С меньшим порт-id, тот и выиграет. Вот мы можем посмотреть, что. Fast Ethernet 0.1 имеет приоритет 128.1. Как придумывается приоритет по умолчанию? Ставится 128, точка и номер интерфейса. Вы видите Fast Ethernet 0.1 и 128.1. Fast Ethernet 0.2 значит 128.2. Вот так вот придумывается приоритет по умолчанию. И вот мы видим, что приоритет у порта 0.1 128.1. И вот этот приоритет он попадает на свитч 0. А у порта 0.3 приоритет больше, точка 3. И он попадает тоже на свитч 0. Свитч 0 все это дело видит и понимает, что по вот этой линии, вот Fast Ethernet 0.1, пришел меньше приоритет. Значит он лучше. Поэтому в качестве root порта он выбирает вот этот порт, а не вот этот порт. Мы можем поменять это поведение, мы можем сказать. Мы можем сказать root, что по интерфейсу Fast Ethernet 0.3 он посылал меньше приоритет, чем тот приоритет, что он посылает по порту 0.1. И тогда вот этот свитч 0, он увидит это дело и root портом сделает вот этот вот, а не вот этот вот. Для того, чтобы поменять приоритет на root, мы заходим в интерфейс, который нас интересует. Интерфа 0.3, Spanning 3, VLAN 1, порт Priority. Здесь можно делать шагом в 16. Давайте, чтобы не заморачиваться, сделаем приоритет 16 на порте Fast Ethernet 0.3. У нас сразу-сразу вызвало изменение топологии. Если мы сейчас посмотрим на root, do show span, мы видим, что для порта FAN 0.3 приоритет интерфейса поменялся, стал 16.3. И как видим, свитч 0 увидел это дело и теперь root портом сделал вот этот вот порт. А раньше был вот этот. Так что вот так вот, когда приходят бпдушки с одинаковым bridge ID и при этом с одинаковой стоимостью интерфейсов, выбирается порт по приоритету порта. То есть если бы была бы разная стоимость, то на приоритет уже бы не обращали внимания. Сколько бы мы не меняли приоритет, если бы стоимость была бы разная, то на приоритет бы внимания не обращали. Если бы bridge ID был бы разный, то тоже сколько бы мы не пытались поменять номер приоритета, ничего бы у нас не получилось. Вот, например, здесь. Здесь точка и здесь точка. Здесь нам не поможет даже изменение приоритета. На вот этих свитчах, потому что здесь важна стоимость дорута. Здесь свитч 0 знает, что дорута он может добраться за 19 единиц, а через свитч 1 он может добраться за 38 единиц. Потому что здесь 19 и здесь 19. Стоимость интерфейсов напрямую только 19, а через вот этого товарища 38. Если мы вдруг хотим сказать, чтобы свитч 0 добрался до Reddit не напрямую, а через вот этого товарища, то мы должны поменять стоимость. Стоимость также меняется на интерфейсе Мы должны будем зайти на switch1 И сказать там, что здесь стоимость будет равна единице Потом мы должны будем зайти сюда И сказать, что стоимость на вот этом интерфейсе Будет тоже равна единице И тогда switch0 сможет вот так вот добраться до рута За 2 единицы А напрямую нужно будет добираться за 19 единиц Напрямую будет дороже Поэтому вот этот вот зелененький Который раньше был рут-портом Рут-портом станет вот этот вот Соответственно мы можем поменять У вас в командах Cisco есть раздел Spanning 3 И дать команду Spanning 3 VLAN 1 COST 5 И установить число, стоимость которого вы хотите установить Нужно вам установить стоимость 5 Вы заходите на интерфейс и пишите Spanning 3 VLAN 1 COST 5 Установка стоимости в Cisco Packet Tracer не поддерживается Но мы можем сделать некий лайфхак Мы можем поставить сюда модульные свитчи Добавить туда гигабитный интерфейс Стоимость гигабитного интерфейса будет равна 4 А вот сейчас 100 мегабитные интерфейсы У них стоимость 19 Вот мы сейчас поставим модульные свитчи сюда И поменяем стоимость Даже можно прямо здесь рядом сделать эту схему Здесь добавляем 1 гигабитный интерфейс Здесь тоже добавляем гигабитный интерфейс И здесь добавляем гигабитный интерфейс При этом данный свитч будет являться рутом VLAN 1 root primary Напишем, что вот этот вот у нас root И вот сейчас, как видите, схема выглядит абсолютно точно так же Как и наш основной Потому что сейчас они все подключены по 100 мегабитным соединениям И напрямую до рута свитчу 8 добираться дешевле Мы сейчас просто возьмем и переткнем в гигабитные Здесь тоже Ой, блин, нам же здесь нужно было 2 добавить гигабитных Сейчас добавим Здесь тоже Все Как видно, теперь свитч 8 добирается до рута не напрямую Видите, они тут все заблокированы А через вот так вот Через свитч 6 Потому что если мы теперь посмотрим стоимость интерфейсов Show span То мы видим, что через гигабитный интерфейс Стоимость 4 А напрямую 19 И здесь тоже Show span Здесь тоже Через вот этот вот Гигабитный тоже 4 Получается, что для того, чтобы добраться до рута Вот так вот будет 8 4 плюс 4 получается 8 Вот этот интерфейс не усчитывается Будет учитываться, из которого выходит Из которого будет выходить потом То же самое, что и его SPF То есть 8 будет стоимость А если вот так вот он пойдет То 19 19 невыгодно Вот так вот, оперируя стоимостями И приоритетом портов Можно управлять поведением трафика Управлять портами, которые будут заблокированные И которые будут пропускать трафик То есть весь Spanning Trip построен на технологии сравнения BPD-ушек Если свитч получает несколько BPD-ушек Он сначала сравнивает BridgeID У кого BridgeID самый маленький То ты прав Если BridgeID у всех BPD-ушек один и тот же То сравнивается root pathcost То есть сравнивается стоимость Если стоимость одинаковая То сравнивается port priority То есть приоритет порта И на основании вот этих сравнений И выбирается root порты Designated порты И alternate порты Если мы, например, вот здесь захотим сделать так Чтобы вот эти вот порты стали alternate-ами Желтенькими А здесь зелененькими То у нас ничего не получится Нам не поможет ни изменение стоимости Ни изменение приоритетов Root приоритетов портов Потому что root имеет Самый маленький BridgeID У него по умолчанию Все BPD-ушки, которые он отправляет Самые выгодные Да и вообще у root все порты Designated Поэтому не можем Касательно стоимости интерфейсов Сейчас мы рассматриваем классический Spanning 3 На самом деле его модификацию Вот для классического Spanning 3 Который мы сейчас рассматриваем Будут вот такие стоимости интерфейсов Для вот этих вот скоростей Как видно, скорость больше 10 гигабит Он уже не распознает Чуть позже мы будем изучать Намного более совершенную версию Spanning 3 Которая будет называться Rapid Spanning 3 И здесь будут уже вот такие вот стоимости интерфейсов БПДУ сообщений бывает двух видов Это Configuration БПДУ Они используются для доставки информации Между свечами То есть с помощью Configuration БПДУ Рассказывается какой там root BridgeID Какой сендер BridgeID Какой порт IDA и так далее А TCN БПДУ используется для информирования Об изменениях в топологии TCN это Topology Change Notification Данная информация записывается в поле Message Type В зависимости от того, какая БПДУшка посылается Информация в поле Message Type будет разной Что может спровоцировать появление сообщения Topology Change Notification В каком случае оно может быть сгенерировано? Во-первых, если мы меняем какой-то приоритет На свече и делаем его меньше Если приоритет становится меньше, но root-ом он не становится То изменения в топологии не происходят Если же свеч в результате изменения приоритета становится root-ом Тогда происходит Topology Change Notification Например, этот свеч мы делаем root-ом То root формирует БПДУ типа Topology Change Notification И оно попадает на свеч 0 Свеч 0 отвечает свечу 2 с помощью сообщения, которые называются TSA Topology Change Acknowledge Которая сообщает свечу 2 о том, что типа я понял, что происходит изменение топологии Как только свеч 0 получает TSN от свеча 2 У самого свеча 0 в результате получения вот этого TSN Тоже происходит Topology Change Изменение топологии И он тоже отправляет сообщение TSN на свеч 1 И тоже от него получает Acknowledge То есть все свечи в топологии понимают, что происходит изменение топологии Что-то поменялось и нужно проводить перевыборы Также изменение топологии может спровоцировать ситуации, в которой отвалится у кого-то линк, который смотрит на root-а Соответственно, это тоже вызовет изменение топологии Также, если мы подключим еще один свеч, который тоже пришлет БПДУшку на свеч 0 Тогда это тоже вызовет Topology Change Notification Если мы посадим просто какого-то абонента, который не будет посылать БПДУшки Конечные абоненты, они же не присылают БПДУшки Они же не свечи И в этом случае Topology Change вызвана не будет Чем опасна вот эта вот Topology Change? Как только начнется изменение топологии Все свечи заблокируют свои порты на срок до 30 секунд И будут проверять, нет ли петель То есть запустится процесс перевыборов Они опять начнут узнавать, кто есть root-коммутатор Потом начнут выбирать root-порты Потом designated И alternate-порты Получается, что вот у нас был какой-то конечный абонент И все абоненты работали с сетью Вдруг в сети завелся вот тут вот какой-то свеч Как только его подключили, вся коммутированная сетка развалилась на срок до 30 секунд Пользователи перестали иметь доступ к сети на срок 30 секунд примерно Простой сети в 30 секунд Это довольно ощутимая цифра для крупной организации, в которой работает, например, 600 человек Потому что сразу отваливаются все TCP-шные сессии Разрываются соединения с серверами Пользователи, к примеру, работающие в 1С, получают сообщение о ошибке базы данных Ситуация неприятная и с ней нужно как-то бороться Мы будем с этим бороться Существуют специальные механизмы, которые могут ускорить данную работу Но один из способов, как ускорить данную работу, является постройка таймеров То есть сказать, что мы будем ждать не 15 секунд Почему 30 секунд вы сейчас поймете Давайте посмотрим, что происходит с портами в момент изменения топологии Когда только свитч включается, либо начинается пересчет топологии Все порты находятся в состоянии блокинг В этот момент происходит получение BPDU Отправка BPDU не происходит И остальные процессы, включая получение пользовательских данных И отправки данных не происходят Затем, довольно быстро, порты переходят в состояние listening В состоянии listening мы получаем BPDU Не отправляем BPDU В этом состоянии мы находимся 15 секунд В этом состоянии мы выбираем рута То есть мы получаем BPDU Смотрим, какой там root bridge ID Какой там центр bridge ID И даже если мы уже выяснили, кто там root, допустим, за 5 секунд То остальные секунды мы ждем на случай появления еще какого-то рута Если root с самым маленьким bridge ID находится в каком-то самом дальнем углу И пришлет какую-то BPDU То рутом мы будем считать его То есть даже если мы поняли, кто уже есть root Например, секунды за 5 То мы остальные секунды все еще ждем После этого начинается состояние learning Который тоже длится еще 15 секунд На этой фазе мы все еще так же не получаем пользовательские данные И не отправляем пользовательские данные Мы изучаем MAC адреса То есть если в этот момент пользователь будет передавать какие-то данные А мы находимся в состоянии learning То switch будет получать такие кадры И запоминать MAC адрес И записывать свою таблицу MAC адресов Но при этом эти данные будут дропаться Они не будут дальше никуда отправляться Они не будут коммутироваться Мы просто будем изучать MAC адреса А потом эти данные будут скидываться В этом состоянии мы также продолжаем ждать Возможное появление еще одного рута Нового какого-то рута У которого еще меньше bridge ID И только после этого мы переходим в состояние forwarding Когда у нас порт полностью принимает и отправляет данные Вот эти все состояния мы можем посмотреть вот здесь Show span Вот это вот роль порта Root designated А вот это как раз статус Сейчас мы смотрим switch У которого все порты находятся в состоянии forwarding Они все у нас пропускают данные Еще есть одно состояние disabled Мы можем просто выключить порт И он будет находиться в состоянии disabled Пока не будет включен с помощью администратора Ну так вот Почему 30 секунд? Ждем пока срастется сеть Почему пользователи 30 секунд не могут гонять данные? Потому что 15 секунд длится фаза listening И 15 секунд длится фаза learning То есть получается в сумме 30 секунд Как я уже говорил Вот этот таймер Сколько мы будем ждать появления еще одного рута Будет называться forward delay Рассчитан вот этот таймер примерно на 7 коммутаторов То есть в сумме за 30 секунд Предполагается, что все 7 коммутаторов Смогут обменяться между собой бпдушками И полностью убедиться в том, что нет петель И перейти в состояние forwarding Если у нас свечей в топологии меньше То для того, чтобы быстрее порты переходили в рабочее состояние forwarding Мы можем подкрутить вот этот вот таймер forward delay Кстати, он передается тоже в бпдушке Соответственно, команда будет в глобальном конфиге Spine 3, VLAN 1, forward time 12 То есть мы можем уменьшить вот это вот время Если у нас свечей больше чем 7 То таймер нужно будет подкручивать в большую сторону Потому что если таймера не хватит Может произойти петля То есть порты перейдут в состояние forwarding Но еще до конца все свечи не убедятся в том, что нет петель И приведут неправильные порты в состояние forwarding И случится петля Вот такие вот таймеры Кроме таймеров forward delay Есть еще два таймера Есть hello time и maximum age Которые тоже передаются в бпд у кадре Вот он hello time и message age Hello time это интервал времени, через который коммутатор посылает бпд у По умолчанию равен 2 секундам То есть мы уже с вами видели Я показывал, что каждый коммутатор вот раз в 2 секунды Отправляет эти бпдушки Таймер максимум age это время, после которого Будет объявлено Topology change notification Если коммутатор перестал получать бпд у от соседа И по умолчанию он равен 20 секундам Что это такое? Вот у нас был свеч И он получал бпдушки от свеча 1 И понимал, что сейчас все нормально И вдруг что-то с ним случилось С этим коммутатором То есть физический линк остался Например процесс спанин 3 На вот этот свеч 1 завис То есть свеч 1 перестал отправлять бпдушки В этом случае свеч 0 будет ждать 20 секунд А потом отправит топology change notification В том, что вот я знал какой-то коммутатор Он мне прислал бпдушки И вдруг перестал Значит будем менять топологию И отправляет топology change notification Все порты на всех коммутаторах переходят в состояние Блокинг Потом listening Learning И только потом forwarding Если например мы просто отключим отсюда кабель То свеч сразу поймет Что порт перешел в состояние down И значит нужно делать топology change notification Но если линк остался живым А сам коммутатор сдох То соответственно вот этот таймер И будет в этом случае срабатывать Также такое же сделано и для оптических соединений Потому что вот в витой паре как Если мы вытаскиваем витую пару с порта То на порт уже не подается сигнал Соответственно порт переводится в состояние down Если мы говорим про оптику То сам коннектор может остаться А оптическое волокно может выскочить Из этого коннектора И в этом случае порт останется живым То есть он будет в аппе находиться Но данные по нему по факту гоняться не будут Потому что выскочил волокно из коннектора И вот только вот с помощью этого таймера Когда свитч увидел Что перестали приходить БПДушки Тогда он уже сможет послать Topology change notification И вообще понять о том Что что-то произошло И пора менять топологию О других методах ускорения Кроме того как подкручивать таймер Мы будем говорить чуть позже Итак еще раз о том Что может вызвать изменение топологии Topology change notification Первое Если свитч захочет стать рутом Его приоритет станет меньше Если отвалится какой-то линк Который был подключен к рут порту То есть к порту Который смотрел на рута У нас вот этот вот интерфейс Смотрит на рута Если он отвалится То будет изменение топологии Также изменение топологии Произойдет если отвалится линк Который диссигнейтед Если диссигнейтед Тоже отвалится Тоже будет изменение топологии Если на другой диссигнейтед порт Вдруг придет БПДушка Это будет означать то Что образовался еще один свитч Значит топология поменялась И возможно петля И необходимо перестраивать топологию Если мы просто подключим Какого-то абонента Либо если упадет какой-то линк Который был заблокированный То изменение топологии На свитче Происходить не будет Хочется отметить тот факт Что в Cisco Packet Tracer Наглядно нельзя увидеть При Topology Change Notification Мы знаем о том Что если происходит изменение топологии Порты переводят сначала В заблокированное состояние Потом Listening, Learning И только потом Спустя 30 секунд Forwarding То есть за 30 секунд В классическом Spanning 3 Который мы рассматриваем Сеть падает на 30 секунд С этим разобрались Давайте поговорим о механизмах Ускорения классического Spanning 3 Кстати Spanning 3 Protocol По-русски переводится Как протокол связующего дерева Я уже говорил Что все свитчи Строят дерево связей И переводят топологию С нескольким количеством петель До топологии звезда До топологии без петель Итак мы уже рассмотрели Механизм ускорения Spanning 3 С помощью подкручивания таймеров Однако Cisco Придумала целый ряд Дополнительных технологий Которые позволяют Еще более ускорять Работу классического Spanning 3 Нужно сказать Что обычный Классический Spanning 3 Является протоколом Открытого стандарта О том что такое стандарт Я уже говорил То есть был разработан стандарт То есть набор правил Как делать протокол И данный стандарт Доступен для всех вендоров Микротик реализует Spanning 3 Классический Juniper допустим Реализует тоже HP реализует По вот этому Открытому стандарту По вот этой Открытой инструкции Она доступна для всех В том числе и Cisco Тоже этот стандарт взяла И сделал на основании его Протокол Spanning 3 На своих устройствах Но Cisco пошла дальше И она добавила Свои технологии По ускорению То есть те технологии Что мы сейчас будем рассматривать Их нету на других вендорах Потому что они Это как накидные механизмы На открытый протокол Spanning 3 То есть протокол Классический Spanning 3 Доступен на всех вендорах Так как это открытый стандарт Механизмы ускорения Которые мы сейчас будем Рассматривать Доступны только На оборудовании Cisco Потому что Cisco Сама дополнила Этот открытый стандарт Своими Проприетарными технологиями То есть модифицировала Классический Spanning 3 Итак Первая технология Которую мы будем изучать Это Backbone Fast На картинке у нас 4 Distribution свеча Соединенных в кольцо Напомню вам Что это трехуровневая Иерархическая модель Здесь представлен Только один уровень Distribution А к Distribution Уже подключается Access Access свечи А к Access свечам Уже подключаются Абоненты Сейчас мы рассматриваем Кольцо Вот из 4 Distribution Смотрите что может быть В нормальной конфигурации Когда сеть срослась Все мы настроили Вот этот порт заблокирован Потому что он образует Петлю И вот Distribution Switch 2 Блокирует порт Блокирует он его Потому что его БПДушка Хуже чем Та БПДушка Которую прислал Distribution Switch 1 Поэтому они посчитали И решили этот порт заблокировать При этом рутом является Distribution Switch 3 Главное что вот это рут А это вот обычный Свеч топологии Который заблокировал порт Вот тут вот связь теряется Скорее всего просто Выключили кабель Либо порвали кабель Связь потерялась Обычно что происходит В сети в этом случае Без технологии Backbone Fast Вот этот вот свеч Так как сдох Рутовый порт То есть порт Которым он смотрел на рута Свеч объявляет Topology Change Notification То есть он все порты переводит В состояние блокин Потом listening Learning При этом когда начинается Topology Change Notification Начинается процесс выбора рута И Distribution Switch 1 Опять начинает считать себя рутом Потому что когда мы только Запускаем сеть Все устройства Считают себя рутом И если идет Topology Change То же свечи Начинают считать себя рутами Что происходит дальше Topology Change Notification доходит сюда Потом доходит сюда И доходит сюда Порты всех свечей Переводятся в состояние блокин И сеть То есть все вот это Уровень распределения Отваливается на срок До 30 секунд То есть пользователь Теряет доступ к интернету И не только к интернету А вообще ко всей сети На 30 секунд Отваливаются в сети Степишные сессии Одинески вылетают Ничего не работает Это вот что происходит обычно Если же мы Запускаем технологию Backbone Fast То происходящее меняется Сеть находится в том состоянии Что на рисунке Вот этот порт заблокирован Здесь соединение есть Вот это вот настоящий рут И соединение вот это вот Отваливается Distribution Switch начинает Topology Change Notification Начинает изменение топологии Блокирует порты И начинает считать себя рутом Стал думать что он рут И посылать на Distribution Switch 2 Информацию о том что он рут А Distribution Switch 2 Понимает Что по отношению К настоящему руту Которого он знал У Distribution Switchа Приоритет больше То есть у настоящего рута Приоритет меньше И об этом знает Distribution Switch 2 А вдруг появляется тот У которого приоритет Заведомо больший Больше значит хуже И говорит о том что он рут Поскольку Distribution Switch 2 Знает лучшего рута Из технологии Backbone Fast Distribution Switch 2 Начинает спрашивать У текущего рута Слушай рут текущий А ты жив А то мне тут кто-то приходит И говорит что он рут И как он спрашивает Он посылает рут Link Query Рут Link Query Для того чтобы спросить У текущего рута Живой ли ты Ну соответственно С помощью рута Link Replies Distribution Switch 3 Отвечает Distribution Switch 2 Как только Distribution Switch 2 Получил ответ От настоящего рута Он не объявляет Никакое изменение топологии А просто берет И разблокирует Вот этот вот порт То есть не происходит Topology Change Notification Он дальше не посылает А просто разблокирует порт И получается что сеть Не разваливается На 30 секунд Потому что изменение топологии Не происходит Вот этот порт Разблокируется И пользователи Которые подключены К Distribution Switch 1 Смогут до интернета Добираться вот так вот То есть раньше Если в нормальной среде Когда все работало Они ходили вот так вот Когда вот эта связь Отвалилась Вот эта связь была Разблокирована Они стали ходить вот так вот Еще раз кратко Что происходит Без технологий Backbone Fast Если этот канал Помрет То Distribution Switch 1 Начнет изменение топологии Пошлет Topology Change Notification На Distribution Switch 2 И Distribution Switch 2 Дальше пошлет Вот этот вот Topology Change Notification Сюда и сюда Будут заблокированы Все порты Сеть развалится На срок до 30 секунд А пока еще Всякие там TCP сессии установятся Пока пользователи Переоткроют 1С Это там уже минут 2 пройдет Прежде чем Все будет так Как было до сбоя Вот если есть Backbone Fast То хоть и Distribution Switch 1 Посылает Topology Change Notification То вот этот вот Будет игнорировать Topology Change Notification И не будет Пересылать Topology Change Notification На другие устройства Он просто сравнит Root Bridge ID Который ему присылает Distribution Switch 1 С Root Bridge ID Который он знает Если Root Bridge ID Лучше Который он знал раньше Чем тот Который ему присылает Distribution Switch 1 То Distribution Switch 2 Дополнительно спросит С помощью Root Link Query У настоящего Roota Живой ли ты Если настоящий Root живой То Distribution Switch 2 Просто разблокирует Заблокированный порт Как включить Как включить данную технологию Данная технология включается Глобально на свече То есть в глобальном конфиге Spanning 3 Backbone Fast В Cisco Packet Tracer Оно не поддерживается Данную технологию Нужно будет включать На всех свечах Топологии Вот в таких случаях Она будет ускорять Работу Spanning 3 Так с Blackbone Fast Разобрались Дальше Технология Uplink Fast Почему Uplink? Вот у нас есть Access Switch Который подключается К двум Distribution Соединение между Ниже стоящим уровнем И выше стоящим Называется Uplink Вот это вот Uplink И вот это вот Uplink Об этом мы будем детально Говорить Когда будем заниматься Построением сетей Настоящих уже Здесь что хочется сказать По умолчанию Если вот Access Switch Смотрел На двух Distribution Правда при условии Что у нас еще и вот тут Вот есть соединение Если здесь будет соединение Значит будет петля Вот этот вот порт Будет заблокирован Если вдруг упадет канал До текущего Root То будет Topology Change Access Switch Пошлет на другие свитчи Topology Change Notification Вся сеть развалится Сроком на 30 секунд Но Если мы включим На Access Switch Технологии Uplink Fast То если Root порт упадет Соединение вот это вот То Access Switch Не будет посылать Никаких Topology Change Notification Он просто разблокирует Заблокированный порт И все И сеть продолжит работать Никаких Topology Change Не будет Это достигается за счет того Что мы будем обещать Что Access Switch Никогда не станет Root Что он никогда не будет Становиться Root Как это делается Когда мы применяем На Access Switch Команду Uplink Fast У нас автоматом Приоритет восстанавливается В 48000 То есть приоритет Который заведомо хуже Чем даже приоритет По умолчанию В 32768 Мы обещаем Что мы не будем Никогда становиться Root Поэтому если мы Access Switch И у нас Сдох канал Рутовый То мы просто Разблокируем Запасной линк И не посылаем Никаких Topology Change Notification Включается Опять же Только глобально На свече На интерфейсе Включить нельзя Включается глобально На свече Spanning 3 Uplink Fast В Cisco В Packet Tracer Не поддерживается Хочется заметить Что если Вот Backbone Fast Рекомендовалось Включать на всех Свечах Topology То Uplink Fast Ни в коем случае Нельзя включать На всех свечах Topology А можно включать Только на Access Switch Нельзя тут включать Нельзя тут включать Только на Access Включаем И эта технология Будет работать Следующая технология По ускорению Технология Порт Fast Данная технология Применяется на Access Switch Для портов Которые смотрят На конечные устройства На сервера На телефоны и абонентов Что она делает Когда мы например Только включаем Свечу в розетку Когда происходит Topology Change Все порты по умолчанию Находятся сначала В заблокированном состоянии Потом Listening Learning И только уже потом Forwarding Но если мы на каком-то порту Включаем технологию Port Fast То порт сразу же Переводится в состояние Forwarding То есть в этот порт Сразу же начинает работать Все другие порты Участвуют в технологии Spanning 3 Проверяют Нет ли там петель А порты Которые смотрят На конечного абонента Сразу переводятся В рабочее состояние Не дожидаясь окончания Работы Spanning 3 И чем это может быть полезно Если у вас например К одному аксесс-свечу Подключено сразу Несколько устройств То компьютеры В пределах Вот этого аксесс-свеча Уже смогут общаться Между собой Пока там работает Spanning 3 Для соединения С вышестоящими устройствами У вас уже Абоненты Которые подключены К одному и тому же свечу Уже сразу Смогут общаться Между собой Потому что будет включена Технология Port Fast И абонентские порты Сразу будут переводиться В состояние forwarding Также еще существует Проблема при которой У нас допустим К одному и тому же Аксесс-свечу Подключен DASH-CP сервер И вот клиентский компьютер Как только клиентский компьютер Видит что Был включен свитч То на порт Сразу подается питание Соответственно Сразу на ПКД Начинает работать DASH-CP клиент Который формирует сообщение Для DASH-CP сервера Потому что он хочет Получить у DASH-CP сервера IP адрес Дело в том Что первые Несколько попыток Обращений К DASH-CP серверу Происходит быстро А потом уже Когда через несколько попыток Эти попытки Клиентам получить DASH-CP Получить IP адрес У DASH-CP сервера Становится все реже и реже Так вот Что получается Если у нас нету Технологии порт-фаст По умолчанию Все порты Включая клиентские Будут находиться В состоянии Listening Learning И только потом Forwarding За это время Пока порт не будет работать DASH-CP клиент Уже отчается Получить IP адрес У DASH-CP сервера Поэтому когда порт Наконец-таки Перейдет в рабочее состояние Forwarding ПК-1 еще долго Будет сидеть Без IP адреса Потому что попытки Получить IP адрес Будут запрещены Но если у нас к одному И тому же свечу Подключен DASH-CP сервер И ПК-1 И на обоих портах Включена технология Порт-фаст То пока там строится сеть Проверяется на наличие Петель ПК-1 Благодаря тому Что порт рабочий Сразу может обратиться К DASH-CP серверу И сразу получить IP адрес Не дожидаясь Пока закончится Построение Спанитришной топологии Включаться топология Порт-фаст Должна только на Аксесс портах Ни в коем случае Нельзя включать на оплинках Включается данная топология Либо на конкретном интерфейсе То есть мы заходим На какой-то конкретный интерфейс И пишем Spanitri Порт-фаст Либо мы включаем Spanitri Глобальной командой И тогда она включается Вообще на всех интерфейсах А на определенных интерфейсах Мы ее должны будем Вручную выключить Порт-фаст поддерживается В пакет-трейсере Поэтому мы сейчас Посмотрим Как она работает Вот у нас допустим Аксесс свитч И вот два Дистрибьюшн свитча Здесь Fast Ethernet 0.3 Порт Смотрит на конечного абонента Мы можем сначала Включить в порт-фаст На всех интерфейсах Confter Spanitri Port-фаст Default И у нас сразу На всех интерфейсах Включилась технология Порт-фаст Мы можем посмотреть Включилась ли За какой-то конкретный Интерфейс Данная технология Команда будет Show Spanitri Интерфейс FANitri Порт-фаст И мы видим Что на интерфейсе FANitri За первый Вилан Там технология Включена Если мы сейчас Посмотрим Вот этот интерфейс И вот этот Там тоже самое Порт-фаст Будет включен Нам нужно на плинках Которые смотрят На дистрибьюшн свитчей Эту технологию Нужно выключить Для того, чтобы выключить На конкретном порту Нам нужно перейти На интерфейс Info01 И дать команду NoSpanitri Port-фаст То же самое И на втором NoSpanitri Port-фаст Таким образом Мы можем либо Голобально включить Порт-фаст Сразу на всех интерфейсах И потом на некоторых Выключить Либо вручную включать На каждом интерфейсе Команда будет Заходим на интерфейс И пишем Spanitri Port-фаст Будет включаться На конкретном интерфейсе Зачем это сделано? Представим, что у нас Access Switch Там 48 портов Будет неудобно Все время заходить На каждый порт Который смотрит На конечного абонента И там включать Порт-фаст Можно было бы Использовать Range-интерфейс Сразу там пачку Но Это тоже неудобно Гораздо более удобно Включить вообще На всех портах А потом выключить Уже на каких-то там Двух, трех, четырех портах Обратите внимание Что Когда мы включали Uplink Fast И Backbone Fast Мы тоже включали Глобально Но они включались Не на интерфейсах А не просто включались То есть интерфейсы Тут не участвовали А здесь вроде бы То же самое Мы включаем В глобальном конфиге Но не просто включается А включается На всех интерфейсах Ну и конечно же В Run конфиге Do Show Run Можно будет Вот она прописана Spanitri Port Fast Default Попадает Это наша настройка Тоже сюда Да Можно встретить рекомендацию О том что на транковых портах Включать нельзя У нас если есть VLAN То вот это вот будет Транковый порт И вот это вот будет Транковый порт Транковые соединения Правильно Говорят что нельзя включать Ну да На таком случае В таком случае Когда у нас транковые соединения Смотрят на вышестоящие свечи У нас получается Не просто транки Но еще и оплинки Конечно включать нельзя Вот если у нас есть сервер И до него проложен транк То на таком транке Включать можно Потому что соответственно Несмотря на то что Это транк Сервер все равно является с конечным абонентом. Сервер 0 все равно является конечным абонентом. Просто бывают такие ситуации, когда сервера подключаются не к аксессорежимам, когда мы говорим про виланы, не к аксессному порту подключаться к серверу, а к транковому порту. Потому что бывает, что сервер может обрабатывать 802.1 на кушные кадры, он может работать с транками, он будет что-то с ними делать, и в этом случае к нему прокладывается транк. Это то же самое, что и роутер на палочке. У нас роутер на палочке, как раз-таки до него шел транк. Но там и другая ситуация. А здесь я показываю в пределах одного аксесс-свитча. Что будет, если... Мы сказали, что порт будет порт-фастом. В нем будет включена технология порт-фаст. Но вместо ПК заведется еще какой-то свитч. В этом случае свитч будет посылать БПДУшки. Конечно, компьютер БПДУшки не посылает, а свитч будет посылать. Как только аксесс-свитч один от другого свитча получит БПДУшку, он сразу же отключит порт-фаст. И начнет все обычные процессы. Сначала переведет порт в состояние заблокировано, потом listening, learning и forwarding. То есть порт начнет участвовать в обычной топологии Spanning 3. Если только он получит БПДУшку, то есть сама конфигурация, настройка под порт-фаст останется. Она из конфигурации никуда не исчезнет. Но просто будет игнорироваться в том случае, если вместо ПК-1 подключим свитч, и он будет посылать БПДУшки. Когда мы опять, например, поставим ПК-1, в этом случае порт опять будет работать как порт-фаст. То есть будет все время находиться в состоянии forwarding. А что если такое поведение для нас нежелательно? Что если мы хотим защититься от появления какого-то левого свитча? Поможет нам в этом технологии БПДУ-ГУАРД. То есть защита от БПДУ. Если вдруг мы убираем компьютер, и вместо него подключаем свитч. Если у нас будет на порту включена технология БПДУ-ГУАРД, как только порт получит БПДУшку от этого коммутатора-зломышленника, то порт сразу будет выключен. Полностью выключен и переведен в состояние, которое называется R-Disabled. То есть выключен из-за ошибки. Эта технология как раз сделана для защиты аксессурования от появления каких-то лишних коммутаторов. Потому что если, например, какой-то злоумышленник отключит конечный компьютер и подключит коммутатор, то данный коммутатор не сможет, например, стать рутом и всю нашу топологию изменить, привести ее к неоптимальной работе, потому что порт будет заблокирован. Не сможет. Также, например, если пользователь возьмет патч-корд и замкнет две розетки, то с одной стороны БПДУшки будут посылаться и придут на второй порт того же самого свитча. Соответственно, порт получит БПДУшку и тоже заблокирует. Таким образом тоже будет производиться защита. Данную технологию можно включать на всех портах, на портах аксесс-свитчей, которые смотрят на конечных абонентов. Опять же, включить можно глобально. Команда Spanning3 Portfast BPDU Guard Default включит BPDU Guard на всех портах, на которых ранее был включен Portfast. То есть сначала мы включили Portfast, потом дали команду вот эту вот, BPDU Guard Default. На всех портах, на которых был включен Portfast, включится и BPDU Guard. А на тех портах, на которых Portfast включен не был, соответственно, BPDU Guard не включится. Такая команда выполняется в глобальном конфиге. В Cisco Packet Tracer глобальное включение не поддерживается, но зато поддерживается ручное включение на одном каком-то конкретном порту, либо на нескольких. То есть глобально не поддерживается, а на конкретном порту включение поддерживается. И вот, например, наша топология. Вот, например, у нас компьютер, мы хотим защититься от BPDU. Без включения функции BPDU Guard. Что у нас происходит? Если у нас заводится какой-то злоумышленник, и этот компьютер включает кабель в порт свеча, что у нас происходит? Происходит то, что вот этот вот свитч начинает принимать полноценное участие в Spanning 3 топологии. Это, конечно же, вызывает Topology Change Notification, и вся сеть разваливается на срок до 30 секунд. Вот если мы не хотим такого поведения, мы должны сделать так, что если вдруг мы подключаем какой-то свитч, который посылает BPDU-шку на порт, то порт должен блокироваться. Заходим на FastEthernet 03. Spanning 3 BPDU Guard Enable. А выключается он Spanning 3 BPDU Guard Disabled. Вот так вот она будет выключаться. Итак, на порту мы включили BPDU Guard. Теперь если мы вдруг подключим к свитчу... Видите, порт был выключен. При этом мы получили сообщение... Видите, оно Error Disabled. BPDU Guard на порту 03 обнаружил ошибку, и порт был переведен в состояние Error Disabled. И вот еще одно сообщение, что было получено BPDU на порту FastEthernet 03 на этом вот с включенной функцией BPDU Guard. Выключаем порт, выключение порта. Инговое окончание обозначает процесс выключения порта. Происходит. И все. Порт находится в выключенном состоянии. Для того, чтобы вручную вывести порт из состояния Error Disabled, нам нужно, во-первых, устранить причину возникновения Error Disabled. То есть в нашем случае, как устранить? Переключить обратно на устройство, которое не посылает BPDU-шки. Затем нам нужно перейти на интерфейс, выключить и снова включить его. Shad и затем No Shad. И вот мы перевели состояние из Error Disabled обратно. То есть сбросили вот это состояние Error Disabled. Но вот первый раз, когда я пробовал, перед тем, как записывать вот этот вот момент, у меня оно не выводилось из состояния Error Disabled. Что случилось с Cisco Packet Tracer? Он повис. То есть я давал команду Shad, потом давал команду No Shad. Не выводился порт из состояния Error Disabled. Вот сейчас вывелся. Это хорошо. Вот это был ручной вывод порта из состояния Error Disabled. Есть еще и автоматический вывод из состояния Error Disabled. Здесь он не поддерживается, но смогу вам показать. Это в GNS 3. Как автоматически выводить из состояния Error Disabled. На роутерах тоже есть такая функция, потому что порт может сваливаться в Error Disabled. Не только по причине BPDU-гарда, но еще и куча других причин может перевести порт в состояние Error Disabled. Например, неправильная сборка Ether Channel, которую мы будем позже проходить. Это также может быть несоответствие дуплекса. Дуплекс Dismatch. Это мы в начале курса проходили. Одно устройство будет работать в режиме Full Duplex, второе Half Duplex. Вот автосоклассование, если выключено, то переведется в состояние Error Disabled. Ограничение скорости DHCP, Rate Limiting, может переводить порт в состояние Error Disabled. С некоторыми мы будем встречаться дальше по курсу, поэтому просто знайте, что не только BPDU, гард приводит порт в состояние Error Disabled. Error Disabled – это такая некая защита. Итак, на роутере мы можем дать команду Show Error Disabled Recovery. И на свече, конечно же, тоже. Просто в пакеттрейсере это не поддерживается. Здесь мы видим интервал, через который порт будет автоматически пытаться восстановиться из Error Disabled, и причины, для которых будет автоматически восстанавливаться из Error Disabled. Сейчас автоматическое восстановление из Error Disabled полностью отключено. То есть, если бы BPDU Garth вызвал Error Disabled, то автоматически восстанавливаться не будет. Если вот неправильная сборка из Error Channel вызвала Error Disabled, тоже восстанавливаться не будет. То есть, ни по одной из причин автоматически восстанавливаться не будет. По умолчанию это так. Если мы хотим включить автоматическое восстановление из Error Disabled, для этого нам нужно перейти в режим конфигурации, Error Disabled, дальше Recovery, дальше причина, Cause. И здесь мы можем выбрать причины, по которым мы хотим восстанавливать автоматический порт из состояния Error Disabled. Мы можем выбрать все причины, мы можем выбрать какую-то отдельную причину. Здесь их не так много, потому что это роутер. Был бы это свитч, тут было бы побольше этих причин. Ну давайте, например, по причине BPDU Guard. Все, теперь если мы опять дадим команду Show Error Disabled Recovery, то мы увидим, что BPDU Guard будет восстанавливаться через 300 секунд после того, как порт упал в состояние Error Disabled. То есть, если порт по причине BPDU Guard упал в состояние Error Disabled, то через 300 секунд он будет из состояния Error Disabled восстановлен. Если мы хотим поменять вот этот таймер, то опять же в режиме конфигурации Error Disabled Recovery Interval, и можем поставить значение в секундах от 30 до 86400. Например, поставим 55 секунд. Теперь если мы снова дадим команду Show Error Disabled Recovery, то мы увидим, что таймер поменялся. Мы также можем включить восстановление для всех причин. Вот мы писали BPDU Guard, а теперь пишем All для всех. Вот оно включилось для всех. Но надо понимать, что порт сможет быть автоматически восстановлен из Error Disabled, если была устранена причина. Если, например, BPDU Guard выведется из состояния Error Disabled, но как только он выведется из состояния Error Disabled, он тут же опять на этот порт получит BPDU-шку, и опять же упадет в состояние Error Disabled. То есть, сначала надо устранить причину, а потом восстанавливать. Как посмотреть, какие порты находятся в состоянии Error Disabled? Может быть такая задача? Обычно команда Show IP, Interface, Brief нам тут не покажет. В статусе написано просто Down. Не будет показано, что Error Disabled. А для того, чтобы все-таки это посмотреть, нужно дать команду Show Interfaces Status. Вот эта команда нам покажет статус интерфейсов, когда они будут сконфигурированы. И, соответственно, там в статусе уже будет написано. Если порт был переведен в состояние Down по причине Error Disabled, то это будет уже написано. Также мы можем посмотреть, что есть за конкретный интерфейс. Для этого букву S отсюда убираем и указываем, за какой интерфейс мы хотим посмотреть статус с точки зрения Error Disabled. Вот за FAA01. Вот опять-таки данный порт выключен. Полностью он не настроен, айпишники на него не вешали. Ничего не показывает. Все, что я говорил, у вас есть, опять же, в текстовой инструкции, в разделе Работа с CISCO. Тут у нас всякие работы, обновления прошивки, сброс пароля. Это мы будем все рассматривать в соответствующем разделе. И вот последним пунктом здесь есть раздел Восстановление порта из состояния Error Disabled. И вот эти все команды я вам показал. Также я приписал, что нужно делать для ручного восстановления и состояния Error Disabled. Впаду Guard рассмотрели. Следующая тема – Root Guard. Что такое Root Guard? Как правило, в трехуровневой иерархической модели Root-ом должен становиться один из Distribution Switches. Если у нас, например, два Distribution Switches, то правильным дизайном будет делать вот этот Distribution Switch Root-ом, а вот этот вот Secondary Root-ом. Если Root-ом будет один из Access Свитчей, то это приведет к неоптимальной работе сети. Потому что данные лучше гонять между Distribution Switches. Если здесь есть линия связи, данные лучше гонять между Distribution Switches. Это крайне нежелательно. В общем, вот это мы еще будем смотреть на практике, когда будем строить сеть. Сейчас просто знайте, что Root-ом должен становиться Distribution Switches. Соответственно, мы не хотим, чтобы Access Switches становился Root-ом. Для этого мы можем воспользоваться технологией, которая называется Root Guard – защита от Root-а. Вешаем мы его на интерфейс. Вот у нас есть Distribution Switches. Это Root, это Secondary Root. Мы им на интерфейс, который смотрит на Access Switches, вешаем вот этот вот Root Guard. И если Access Switches поставит себе низкий приоритет, ниже, чем у текущего Root-а, и будет говорить, что я Root, вот этот Distribution Switches скажет, нет, ты Root-ом быть не можешь. И все. И Access Switches не станет Root-ом. Давайте посмотрим это на практике. Вот у нас вот этот коммутатор. Сейчас текущий Root. ShowSpan. Да, this bridge is the root. Соответственно, если мы не хотим, чтобы Access Switches становился Root-ом, здесь и здесь вешаем технологию Root Guard. Confter. Info.01. Spanning.3. Guard.Root. То есть эта технология называется Root Guard, но пишется Guard.Root. Применили, пока ничего абсолютно не происходит. То же самое сделаем и здесь. Info.01. Spanning.3. Guard.Root. И все, и как бы все нормально. Дальше все работает, все в порядке. Но если вот этот вот товарищ захочет стать Root-ом, enable.conf.ter. Spanning.3. VLAN.1. Root.Primary. На вот этих свечах мы получаем сообщение о том, что Spanning.3. Root.Guard.Block. Порт 0.1. Вот этот вот 0.1. Пытается стать non-designated. То есть alternate. И данный порт переводится в RootInconsistent State. То есть такое состояние можно назвать не R-Disabled, а RootInconsistent. И здесь абсолютно то же самое. То есть по сути своей мы защитились от Root-а. Вот этот вот попытается стать Root-ом, но тут вот ничего не меняется. Конечно же у нас в этом сегменте трафик ходить уже не будет. Давайте проверим. Присвоим IP-шники. PING. Сунинг за 268.1.3. Не работает. Но если здесь будет еще один access switch, а он не если, он 100% будет, вы же не будете там из 20 абонентов городить двухуровневую иерархическую модель. Просто смысла нету. Это делается для организации крупных компаний. И тут тоже будет какой-то товарищ. У него будет IP-шник 126.8.1.4. Будет он подключен. PING. Нет, 1.2. Вот что значит, когда не подписываешь. 1.3. Вот видите, этот товарищ работать может. То есть если вдруг кто-то захотел стать Root-ом, например злоумышленник, принес switch, подключил его, WBDU guard настроен не был, подключился еще к какому-то вот таксес порту, и он захотел стать Root-ом, тогда бы у нас вся топология, она бы начала меняться. То есть начался бы Topology Change Notification, все вот это бы развалилось на срок до 30 секунд, а когда бы все срослось, то трафик ходил бы неоптимально, потому что Root-ом бы был абсолютно неправильный коммутатор. А когда есть технология Root-Guard, вот мы его повесили, даже если злоумышленник подключил switch и говорит то, что я Root, у меня самый низкий приоритет, мы его сегмент заблокировали, но другие пользователи продолжают работать. ПК-2 продолжает работать без какого-либо ущерба для себя, потому что не было никакого Topology Change Notification. При этом Root не поменялся, и трафик продолжает ходить оптимально. Вот для такой защиты есть вот этот вот Root-Guard. То есть мы все-таки что-то заблокировали, какую-то заразу. Вот эти порты у нас находятся в заблокированном состоянии, называется Root-Inconsistent, но все другие пользователи продолжают работать. Не было изменения топологии, не было изменения Roota, и не было неоптимального хождения трафика. А если бы не было Root-Guard, и кто-то бы сказал, что он Root, то был бы Topology Change Notification, развалилась бы сеть и так далее. Как вывести порт из состояния Root-Inconsistent? Это можно сделать, только если вот этот вот товарищ перестанет говорить о том, что он Root. Для этого нам надо либо его отключить, либо поменять приоритет. Spanning 3.1, Priority сделаем, но нам сейчас не важно, сделаем 61 440, самый невыгодный. Вот как видите, у нас все порты вот эти, которые были заблокированы, разблокировались. Примерно через 30-35 секунд. При этом сообщений мы никаких не получаем. Когда порт блокируется, мы такое сообщение получили. А когда мы просто, когда вот этот вот товарищ перестал говорить, что он Root, такое сообщение мы не получили. Просто заработало и все. Следующая технология, которую мы будем изучать, это технология BPDU-фильтр. Если мы включаем BPDU-фильтр, на интерфейсе, то из-под этого интерфейса перестают выходить BPDU-ушки. То есть BPDU-фильтр выключает протокол Spanning 3 на интерфейсе. То есть если мы возьмем кольцо свечей и применим на интерфейсы команду BPDU-фильтр, сейчас ее быстренько сформируем. Вот. Если мы на всех интерфейсах применим BPDU-фильтр, то на всех этих интерфейсах BPDU-ушки перестанут отсылаться и тем самым мы отключим Spanning 3. И тогда просто образуется петля и работать ничего не будет. Но если оно не будет работать, зачем тогда применять этот BPDU-фильтр? BPDU-фильтр применяется в крайне редких случаях, в крайне редких сценариях подключения к провайдеру. Может быть такое, что вы подключаетесь к провайдеру не к роутеру, а к свечу. Здесь на картинке представлен ASP-свитч, то есть провайдерский свитч. А ASP это интернет-сервис-провайдер, провайдерский свитч. И вот наши дистрибьюшн-свитчи подключаются к провайдерскому свитчу. Бывает ситуация, при которой нам провайдер скажет «Не присылай мне BPDU-шки, ты мне мешаешь работать, я работаю по своей логике, мне твои BPDU-шки неинтересны». И тогда на портах, которые смотрят на ASP-провайдера, на ASP-свитч, включайте BPDU-фильтр, то есть отключайте тем самым BPDU-шки. В любой другой ситуации, в пределах нашей локальной сети, BPDU-фильтр ни в коем случае нигде использовать нельзя. То есть если вы включите BPDU-фильтр, у вас сможет сформироваться петля. Все то, что мы сейчас делаем, все то, что мы сейчас изучаем, будет бесполезно, так как сформируется петля. Поэтому только в очень специфичных сценариях, когда вам конкретно зачем-то нужно отключить Spanning 3 на интерфейсе, тогда вы применяете команду BPDU-фильтр. BPDU-фильтр можно включить глобально на всех порт-фаст-портах, если вам вдруг это зачем-то нужно. То есть если у вас были включены порт-фаст-порты, вы хотите там включить BPDU-фильтр, вы применяете эту команду, и на всех порт-фаст-портах будет включен еще и BPDU-фильтр. Поскольку у нас порт-фаст относится как с ASP-свитчем, порт-фаст-порты у нас смотрят на конечных абонентов. На самом деле BPDU-фильтр применять там крайне нежелательно. Но в таком сценарии, когда вам надо на каких-то только определенных портах включить BPDU-фильтр, заходите на интерфейс, дайте команду Spanning 3, BPDU-фильтр, enable. Соответственно, на вот этих портах вы включите BPDU-фильтр. Следующее, о чем мы поговорим, это однонаправленные связи. И две технологии, которые будут решать проблему однонаправленных связей. LoopGuard и UDLD. Проблема однонаправленных связей наблюдается при оптическом соединении, причем многомодовом оптическом соединении. Когда у вас есть один порт, и в этом одном порту есть два разъема. Один оптический кабель подключается к одному разъему, и этот разъем будет работать на прием данных. А второй кабель в тот же самый порт подключается, но уже во второй разъем, и данный кабель будет работать на отправку. То есть на одном порту у вас два разъема, по одному разъему данные отправляются, по другому разъему данные принимаются. Оптические соединения часто используются не только в провайдерских сценариях, но и даже в самой обычной локальной сети. Между access-свечом и distribution-свечом может быть оптическое соединение. Вам, например, надо сделать 10-гигабитный апплинг между access-свечом и distribution-свечом. Вы можете сделать либо 10-гигабитный медный кабель, то есть витую пару, но это не очень хорошо. Потому что мы с вами же физику изучали, чем больше скорости передачи данных, тем данные больше подвержены различным наводкам. Поэтому для 10-гигабитного лучше использовать оптическое соединение. Здесь будем прокладывать оптику. Либо если вам нужно сделать 40-гигабитный апплинг, в этом случае, вообще имейте использование нежелательно, лучше использовать оптику. Так вот, проблема однонаправленной связи. Вот тут показано, что один провод, на самом деле провода два. Один на прием, другой на отправку. И вот сначала все работает, все работает, все хорошо. Данные идут в две стороны. Стрелочки показывают, как идут данные. При нормальной конфигурации, когда у вас данные идут в две стороны, у вас вот этот порт заблокирован, вот этот порт фарвардит трафик, пропускает. Может быть такое, что один из этих проводов будет оборван, соединение пропадет, либо на прием, либо на отправку. Если одно из соединений пропадет, у вас был прием-отправка, осталась, например, только отправка, то это и будет однонаправленная связь. При этом порт коммутатора будет находиться в состоянии up. Даже если вот из двух кабелей останется только один кабель, будет однонаправленная связь, все равно порт останется в состоянии up. Смотрите, вот у нас порвался какой-то кабель. Для свеча 1 получается, что порвался кабель на прием. Вот было все нормально, вот на прием кабель порвался. Что произошло? Вот этот порт был заблокирован, а теперь он разблокировался. Почему он разблокировался? Потому что раньше мы получали BPDU от свеча 2. Вот тут вот мы получали BPDU от свеча 2, знали, что сосед живой, и понимали, что у нас здесь петля, и блокировали линк. Предотвращали петлю. Но когда мы перестали получать BPDU, то мы порт разблокировали, потому что BPDU мы больше не получаем. А свеча 2, при этом от свеча 1, как получал BPDU, так и получает. Потому что линк на отправку работает. Он не работает на прием. И вот так вот в итоге и получается, что и вот этот порт разблокировался, и вот этот остался разблокированным. Не произошло пересчет топологии. Они не поняли, что произошло. Spanning 3 перестал нормально работать, так как свеча 1 не принимает BPDU от свеча 2, но при этом может ее отправлять. И соответственно, что произошло? Произошло, что у нас образовалась односторонняя петля. Данные посылаются сюда, и вот так вот бегают по этой петле. В обратную сторону петля не получается, потому что здесь на прием соединения нет. Петля, если бежит по часовой стрелке, она доходит до свеча 2 и здесь погибает, потому что здесь нет соединения. А в эту сторону соединения есть, поэтому оно бегает. Напоминаю, что здесь два провода. Один провод у нас остался жить, а другой у нас помер. Вот так вот и получается. Технология Loop Guard. Что будет делать Loop Guard в этом случае? В этом случае, если свеча 1 может отправлять BPDU, но не может ее получать, то он просто берет и оставляет порт заблокированным, и помечает его как Loop Incassistant. И все, и порт вместо того, чтобы порту перейти в режим пропуска кадров, фарвардинга, и образовать одностороннюю петлю, он просто остается заблокированным, и все. И петля не происходит. Где включать Loop Guard? Loop Guard включается на интерфейсах. На каких интерфейсах включается? Ну, во-первых, его нужно включать только на оптических интерфейсах. То есть те интерфейсы, к которым присоединяются оптические кабеля. Потому что ситуация возникновения однонаправленной связи в обычной витой паре очень умозрительна. Потому что если вдруг витой паре какая-то изжил перебилась, там, например, на прием, либо на отправку, порт сразу падает в шатдаун. То есть ситуация однонаправленной связи, когда на отправку данные ходят, а на прием нет. Витой паре очень маловероятно. А вот в оптике многомодовой, потому что еще есть одномодовая оптика, один оптический кабель и на прием, и на отправку. Тут, в принципе, тоже не может возникнуть такой ситуации однонаправленной связи. А вот в многомодовой оптике это вполне возможно Поэтому включаем мы LoopGuard на интерфейсах, использующих многомодовую оптику Дальше мы можем включить либо LoopGuard, либо RootGuard Мы не можем одновременно использовать LoopGuard и при этом защищаться от Root Это противоположные друг другу команды, они друг с другом дружить не могут Вот если представить, что на всей этой типологии все связи оптические, многомодовые То тогда LoopGuard можно включить здесь, можно включить здесь, здесь и здесь А тут мы можем включить RootGuard, вот примерно как-то так Включается LoopGuard, либо на интерфейсе с помощью команды Spanning3 GuardLoop Мы можем выбрать Spanning3 GuardRoot, и это будет тогда RootGuard А можем выбрать Spanning3 GuardLoop, тогда это будет LoopGuard на интерфейсе Либо в глобальном конфиге выполните команду Spanning3 LoopGuard, Default И тогда на всех интерфейсах будет включена технология защиты от однонаправленных связей LoopGuard Кроме LoopGuard от однонаправленных связей защищает технология UDLD Unidirectional Link Detection, то есть детектирование однонаправленных линков Работает она следующим образом Switch1 на Switch2 постоянно посылает кадр, который будет называться UDLD Request И при этом ждет получения ответа От Switch2 ответ будет UDLD Reply Если Switch отправляет и получает UDLD сообщение, значит Switch понимает о том, что многомодовая оптика работает правильно Данные отправляются, и данные при этом принимаются Нужно заметить, что UDLD должно поддерживаться сразу на двух устройствах в данной конфигурации Потому что на одном устройстве должен быть UDLD передатчик, условно говоря, да? То есть он должен уметь отправлять эти UDLD А на втором Switch должен быть UDLD приемник, который будет принимать и потом отправлять В общем, два устройства должны поддерживать UDLD для того, чтобы могли друг с другом обмениваться Потому что если Switch1 будет поддерживать UDLD, а Switch2 не будет поддерживать То UDLD и Request будут посылаться на Switch2, а Switch2 не будет знать, что с ними делать И Switch1 подумает, что линк сдох Ну так вот, соответственно, что происходит, если Switch1 отправляет UDLD Request, а Reply не получает? Опять-таки оборвался один из оптоволоконных каналов И получилось однонаправленное соединение UDLD может работать в двух режимах Режим Агрессив Если Switch1 не получает UDLD Reply в ответ от своего соседа То он будет сначала пытаться переустановить соединение с соседом То есть он попробует выключить порт и опять его включить в автоматическом режиме Если же это не помогло, то UDLD переведет порт в состояние Error Disabled С которым мы уже были знакомы, когда рассматривали технологию BDU Guard Посылать он будет вот эти вот реквесты восемь раз В секунду по одному разу После того, как пропадет связь на прием у Switch1 Он восемь раз еще попытается послать UDLD реквесты Если он Reply не получит, то попытается сначала выключить Затем снова включить порт, если это не поможет Он его переведет в состояние Error Disabled Это если мы включим UDLD в Aggressive режиме Если мы его включим в Normal режиме, то порт не будет переводиться в состояние Error Disabled А просто будет промаркирован как Undetermined, неопределенный И на основании того, что порт неопределенный, другое приложение сможет с ним что-либо сделать Например, Spanning 3 на это сможет отреагировать Потому что UDLD, он как бы немножко отдельно от Spanning 3 То есть, если LoopGuard это был механизм, встроенный в Spanning 3 Его Cisco туда встроили И мы говорили, что это все вендорные механизмы То UDLD, он так немножечко отдельно от Spanning 3 Но может с ним совместно использоваться Давайте проведем сравнение LoopGuard и UDLD Когда используется LoopGuard и когда используется UDLD Смотрите, LoopGuard может защитить от сбоев STP на программном уровне То есть, по сути своей, может быть такое, что обмениваются два свеча данными И у свеча второго зависит STP процесс То есть, он как бы работает Кадры фарвардит Матрица коммутации работает А сам процесс STP завис Вот в этом случае LoopGuard запущен на вот этом интерфейсе С свеча 1 Сможет на это дело отреагировать То есть, свеча 1 не будет получать бпдушку от свеча 2 Потому что процесс Spanning 3 на нем завис И благодаря LoopGuard не будет вот этот порт разблокирован Не будет Так вот, соответственно, UDLD не может нас защитить от сбоев STP на программном уровне Потому что UDLD, он работает немножко отдельно от Spanning 3 Spanning 3 он сам по себе, а UDLD он сам по себе У нас даже если процесс Spanning 3 зависнет UDLD это совершенно другой процесс И он будет работать отдельно И будет считать, что со Spanning 3 топологией все в порядке Дальше Заочит от изначального неправильного подключения Здесь ровно наоборот LoopGuard не спасает, UDLD спасает Вот что такое изначально неправильное подключение LoopGuard нас спасет петли только в том случае Если мы сначала все правильно соединили Все работает Мы включили Spanning 3 Там работает LoopGuard И вдруг, потом через какое-то время Двунаправленная связь стала Однонаправленной связью Вот только тогда LoopGuard нам поможет Но если мы изначально неправильно соединили Например, плохо поджали оптический кабель к коннектору Либо коннектор неплотно вставили В многомодовой оптике То у нас уже здесь LoopGuard не сработает Если свитч проснулся в него Изначально была только однонаправленная связь Потому что мы накосячили То LoopGuard уже нас не защитит У нас образуется петля Но в этом случае нам поможет UDLD Потому что UDLD отправляет вот эти сообщения Он сразу увидит то, что сообщение не работает А Spanning 3 со своим LoopGuard Может понять, что что-то произошло Только после того, как вся топология будет правильно построена Дальше, конечно же, защита от однонаправленного соединения LoopGuard защищает от однонаправленного соединения И UDLD тоже защищает от однонаправленного соединения Здесь будет разница в портах На которых включаются вот эти технологии UDLD можно включать вообще на всех портах На которых может произойти ситуация При которой связь односторонняя А порт остался в состоянии UP Это, соответственно, оптические соединения Вот на всех оптических интерфейсах Мы можем включать технологии UDLD LoopGuard включается Его нельзя включать вообще На всех оптических соединениях Потому что мы его не можем, например, включить там Где у нас включен RootGuard В принципе, я считаю, что RootGuard поважнее будет, чем LoopGuard Это, во-первых Вообще, официальная рекомендация ЦСКи Говорится, что лучше включать LoopGuard на тех портах На которых порт потенциально может стать Alternate портом Как включать UDLD? Можем его включить в глобальном конфиге Пишем UDLD Либо Enable И тогда он будет работать в нормальном режиме Нормал режиме Либо Агрессив Тогда он будет работать в агрессивном режиме Он автоматически включится не на всех интерфейсах А только на оптических А вот если нам вдруг нужно включить принудительно И на медном интерфейсе тоже Мы можем зайти на нужный нам медный интерфейс И написать команду UDLD port И опять же Enable Либо Агрессив Как можно восстановить порт Из состояния Error Disable Который попал туда по вине UDLD? Мы можем выполнить команду UDLD Reset При этом восстановятся все интерфейсы На свече Которые были в состоянии Error Disable По причине UDLD Либо мы можем не использовать команду UDLD Reset А воспользоваться обычным способом Восстановления Из Error Disable Либо автоматическое восстановление настроек Error Disable Recovery Либо выключить интерфейс И снова его включить Вот UDLD У UDLD есть диагностика Можно дать команду Show UDLD Показать состояние UDLD Но в Cisco Packet Tracer Конечно же Про UDLD нет не слышал Мы с вами изучили кучу разных дополнительных технологий Вот этих накидных механизмов На классический протокол Spanning 3 Сначала мы смотрели технологии По ускорению работы Spanning 3 Это Backbone Fast Uplink Fast Это Port Fast Дальше мы смотрели Технологии по защите BPDU Guard Root Guard BPDU Filter Вообще в сторонке Где-то стоит И дальше мы рассмотрели Loop Guard И UDLD Где же все-таки применять Вот эти вот все механизмы Вот я тут нарисовал Где их можно применять Вот Port Fast И BPDU Guard Применяем на интерфейсы Которые смотрят На конечных абонентов Uplink Fast Применяется на свече На Access свечах На всех Access свечах Можно применить технологию Uplink Fast Root Guard Применяем на интерфейсы Которые смотрят на Access свечи Чтобы Access свеч не смог стать рутом Backbone Fast Ускорение применяем на Distribution свечах Здесь у нас их несколько В данной технологии будет полезно Loop Guard Применяем на вот этих вот интерфейсах Как здесь показано То есть если вот у нас есть Трехуровневая иерархическая модель Применяем Loop Guard На Uplink Access коммутатора И применяем на вот этих вот Uplink Тоже Uplink Считается соединение Двух distribution свечей Коммутаторов Также надо не забывать Про UDLD UDLD мы можем применять Вообще на любых оптических Uplink Каких только захотим BPDU фильтра я тут не показывал Потому что он применяется Только в очень специфичных сценариях И вот еще один вопрос У меня есть Access Есть Distribution А еще есть Core уровень Почему бы еще на Core уровне Не применить вот эти вот Все технологии У нас обычно Core Третий уровень Трехуровневой иерархической модели Является не коммутируемым А маршрутизированным То есть там коммутация не выполняется Там выполняется маршрутизация Поэтому все вот эти технологии Применение их на маршрутизации Не имеет никакого смысла Если представим Что у нас вот это все Не свечи, а роутеры Вот мы могли бы сделать Такую отказоустойчивую топологию И при этом петли бы Никакой бы не было Потому что маршрутизация Она работает в другой логике Коммутаторы перекладывают кадры Просто между портами А роутеры Они просто так Кадры между портами Не перекладывают Они перекладывают только Если нужно отправить В какую-то определенную сеть Так что Вот эти вот все технологии Можете применять К большой сети Которую мы будем строить И вы прям наглядно Все это будете видеть Тут применяем вот это Здесь применяем вот это Будет все еще более понятно В том числе Будет детально понятно Что такое маршрутизируемое ядро Почему оно не должно быть коммутируемым Хотя может быть коммутируемым Зачем это и для чего Ну это я все забегаю вперед Потому что мне тоже уже хочется Вот эти вот все технологии объединить Чтобы у вас сложилась Вот эта вот вся Полная картина Всех вот этих технологий Работающих воедино Которые в итоге И образуют вот эту вот сеть Вся сеть предприятий Состоит из таких вот Кучи разных технологий Все это мы будем с вами изучать А сейчас переходим К следующей теме Смотрим какие другие У нас есть Spanning 3 Кроме как классического Spanning 3 Который мы рассматривали Сразу скажу Что мы будем скоро рассматривать Rapid Spanning 3 И половина технологий Которые мы сейчас прошли Она уже встроена в Rapid Spanning 3 Но об этом чуть позже У протокола Spanning 3 Протокола STP Есть множество разных версий Они могут называться по-разному Например PVST MSSTP RSTP Но это все STP Это все протокол Spanning 3 Просто в его разных разновидностях С разным функционалом С разными дополнительными возможностями Самым первым появился STP Который так и назывался Spanning 3 протокол Это его самая первая версия Сейчас вот эта самая первая версия Настолько устарела Что уже нигде особо не используется Это был стандарт 802.1d По вот этому стандарту Был сделан вот этот протокол Затем протокол STP Был модифицирован И превратился в CST Classic Spanning 3 Это открытый протокол И он имеет стандарт тоже 802.1d Но не тот 802.1d Что был в оригинале А немножко модифицированный Просто был немножко улучшен Вот этот протокол Ничего не знает о виланах Он строит Spanning 3 За всю физическую топологию Что это такое Мы сейчас очень скоро Узнаем на практике Потом Cisco модифицировала Открытый вот этот вот протокол CST И превратила его В PVST Pure VLAN Spanning 3 То есть это тот же сам протокол Что и CST Но поддерживает работу с виланами Однако только с SL-транками Позже вышла модификация Протокол ПВСТ ПВСТ Плюс Его тоже сделал Cisco Но он фактически был точно таким же Но уже поддерживал работу с 802.1d Кутранками С которыми мы работали На которых сейчас строятся современные виланы Другим независимым протоколом стал Протокол МСТП Который уже открытый И поддерживает вилан Единственное нужно сказать Что настройка данного протокола Более сложная Чем настройка обычного протокола Дальше После этого вышла еще одна модификация Rapid Spanning 3 RSTP Это опять же открытый протокол Но с быстрой сходимостью Если например Классический Spanning 3 Кладет в сеть минимум на 30 секунд То Rapid Spanning 3 Будет работать немножко по-другому И сходимость у него будет уже быстрее Он не будет оклассить с сроком на 30 секунд И Cisco опять же Взяла вот этот протокол RSTP Открытый И модифицировала его Превратив в Rapid ПВСТ Плюс Это тот же самый RSTP Протокол с быстрой сходимостью Но еще и с поддержкой виланов Конечно тут столько протоколов Столько версий протокола RSTP Что можно запутаться Смотрите Вот какую версию протокола Мы с вами изучали На протяжении вот этого времени Когда мы говорили о Spanning 3 Мы с вами изучали Вот этот вот Классический Spanning 3 RSTP Но Мы изучали не его как таковой А его цисковскую модернизацию ПВСТ плюс Это тот же самый классический протокол Который кладет сеть на 30 секунд Но он поддерживает виланы И работает с 802.1 кушными транками То есть на протяжении всего вот этого времени Мы с вами изучали ПВСТ плюс Который по сути своей Является улучшенной версией ЦСТ Поэтому я и сказал вначале То что мы работаем с классическим Spanning 3 То есть ПВСТ плюс Это тот же самый протокол Что и ЦСТ Только с поддержкой виланов И с 802.1 куш Транками Вот и все То есть если вы покупаете Какое-то оборудование циска Запускайте его Запускайте коммутатор циска То у вас автоматически работает Вот эта версия протокола ПВСТ плюс Первилан Spanning 3 И можно сказать Что это Классический Spanning 3 Просто Содержащий функции Поддержки вилана И вот и все В этом курсе Мы с вами Уже рассмотрели Вот этот вот протокол ПВСТ плюс Дальше мы будем Рассматривать Вот этот протокол Просто почему Мы не будем рассматривать Другие протоколы Потому что вот этот вот СТП протокол Он не используется Сейчас вообще Он очень устаревший ЦСТ На оборудовании циска Не поддерживается У нас курс про циска Поэтому его тоже Рассматривать не будем Да и потом в принципе он не интересен Тем что он не поддерживает виланы Но если вы возьмете Оборудование какого-либо Другого вендора То там может быть И ЦСТ Либо РСТП Вот этот вот тоже На циска поддерживается Но он сейчас В современных стях Не используется Он полностью аналогичен Тому что мы смотрели Он не поддерживает То есть 702.1 Кутранки И не рассматриваем РСТП Потому что Опять же На циске он не поддерживается Он поддерживается На оборудовании других вендоров А на циске поддерживается Его улучшенная версия RapidPVST Что касается МСТП Мы его не будем рассматривать Потому что Это сложный протокол И на него нам потребуется Еще часа три Поскольку тех знаний Которые мы получили В этом курсе Касательно протокола Spanning 3 Вполне достаточно Для того чтобы строить сети Современных компаний Нам нужно еще рассмотреть Кучу дополнительных механизмов На данном этапе Пока я не вижу смысла Рассматривать вот этот протокол Multiple Spanning 3 Потому что это отдельная тема Так что мы рассматриваем Самые главные Самые крутые И самые часто используемые протоколы Другие версии мы не рассматриваем Либо потому что они устарели Либо потому что Они настолько плохие Что циска решили Их не поддерживать Например Вот под открытый Вот под этот цист протокол Циска сделала протокол ПВСТ плюс А на открытой РСТП Она сделала RapidPVST плюс Так С этим понятно Все вот это время Мы говорили про ПВСТ плюс Который поддерживает виланы Помните например Когда мы назначили приоритет Мы писали Spanning 3 Вилан 1 Root Primary И указывали там вилан Мы указывали за какой вилан Мы делаем рутом Какой-то коммутатор Мы указывали вилан Потому что как раз Мы работали с ПВСТ плюс Который работает с виланами Так еще раз о версиях Здесь показана версия Здесь показан стандарт Есть какие-то цифры То это значит открытый стандарт Если стоит слово циска Значит это пропретарный И на других вендорах Не поддерживается Показано потребление ресурсов Для каждого протокола Указана сходимость И указана поддержка виланов Вот классический Spanning 3 Который можно встретить На оборудовании других вендоров Потребление ресурсов Низкое у самого его Но и сходимость тоже медленная Он кладет сеть на 30 секунд При этом не поддерживает вилан ПВСТ плюс Который мы все время работали Стандарт циска Потребление ресурсов Относительно высокое Имеет медленную сходимость Так как тоже как и ЦСТ Кладет сеть на 30 секунд И уже поддерживает виланы Почему у ПВСТ плюс Высокое потребление ресурсов Потому что коммутатору приходится За каждый вилан Отдельно просчитывать топологию На 3, на 5 виланах И даже на 10 виланах Вы не будете особо Ощущать потерю производительности Коммутатора Но если вы сделаете 500 виланов То процессор у коммутатора Придется просчитывать Спань 3-шную топологию За каждый вилан То есть придется просчитать 500 виланов Поэтому потребление будет высокое Тут все зависит от количества Чем больше количество виланов Тем будет больше потребление ресурсов Дальше Rapid Spanning 3 Открытый стандарт На циска не поддерживается Потому что он не нужен Есть более продвинутая версия Потребление ресурсов среднее Сходимость быстрая Поддержки виланов нету Как же так? Нет поддержки виланов А потребление ресурсов среднее Повышенное по отношению Вот к этим двум Почему? Потому что Rapid Spanning 3 Будет работать немножко в другой логике Для того, чтобы определить Нет ли петель Он будет задействовать Дополнительные механизмы Которые будут потреблять Больше ресурсов Но зато он не будет класть сеть На 30 секунд И сеть будет сходиться быстрее Rapid PwSt Plus Это модификация протокола RSTP Который поддерживается на циска В чем заключается модификация Что? Появилась поддержка виланов При этом опять же имеет механизм Для быстрой сходимости сети Ну и очень высокое потребление ресурсов Потому что здесь поддержка виланов То есть у вас 500 виланов И надо за каждый вилан Просчитать топологию И плюсом еще За каждый вилан Нужно применить технологии Повышения сходимости Ну и MSTP MSTP будет протоколом Который наконец-таки открытый Он поддерживается на оборудовании Разных вендоров То есть мультивендорный протокол И при этом поддерживает вилан Имеет при этом быструю сходимость Опотребление ресурсов Зависит от конфигурации Тут дело в том, что Внутри MSTP Будет бегать либо CST Либо RSTP То есть это довольно-таки Такой сложный механизм Сложная версия протокола Сейчас наша задача Еще раз Немножко поговорить о PwSt Несмотря на то, что мы Довольно много про него говорили Но мы еще не посмотрели Его самую главную суть То есть как он все-таки Работает с виланами И после того, как мы посмотрим Как он работает с виланами Чем он все-таки отличается От классического Spanning 3 Остальное все аналогично классическому После этого мы уже перейдем Крепит PwSt Plus Посмотрим, что там будет происходить Какие особенности там Откроем нашу старую добрую топологию И сделаем два вилана Для наглядности добавим Конечных пользователей Это у нас будет вилан 2 102.168.22 Так, а вот это у нас будет вилан 3 102.168.3.2 То есть вилан 2 И вилан 3 Так, FAN03 INT-FAN03 Switchport.mod.access Switchport.access Вилан 2 Инт-FAN04 Switchport.mod.access Switchport.access Вилан 3 Так, теперь на вот этих свечах Создадим 2 И 3 Вилан Conf.tr Вилан 2 Вилан 3 Вилан 2 Вилан 3 И сделать их транками Инт-FAN01 Switchport.mod.trank Здесь инт-FAN02 Ну понятно, про вилан я не объясняю Был отдельный большой 4-часовой урок Виланы Думаю, что нет смысла сейчас что-либо объяснять Самая простейшая конфигурация Виланов Которая тоже только может быть Вот здесь сказали, что ты будешь работать В режиме транка Поскольку автосогласование Мы здесь не отключали Порт стоял в режиме Dynamic Auto Он тоже стал работать как транковый И тут тоже стал работать как транковый Смотрите, что произошло Несмотря на то, что у нас вроде бы как Есть петля Ни один из портов не заблокирован Это происходит потому, что PVST Plus строит отдельное дерево За каждый вилан Мы даже можем сделать, чтобы За вилан 2 был один рут А за вилан 3 был другой И в данном случае нам уже Вот эти вот кружки не помогут понять Какой порт был заблокирован А какой порт был разблокирован Понимаете, тут какая штука Физически петля есть Физически она есть Но с точки зрения виланов Петли нет Давайте разбираться Кто есть кто Кто стал рутом Для какого вилана Вот я сам пока не знаю Кто стал рутом За какой вилан Сохраним эту конфигурацию Посмотрим, что у нас там есть Show Spanning 3 Теперь Здесь вывод команды стал больше Мы смотрим за первый вилан Который по умолчанию есть всегда И никуда от него не деться За второй вилан Отдельная история И отдельная история за третий вилан И вот только смотря вот в эту конфигурацию Можно определить, какие порты Для какого вилана заблокированы А какие порты для какого вилана разблокированы Вот нас интересует второй вилан Так, с точки зрения вот этого свеча Второй вилан не является рутом Здесь мы этого не видим И что с портами Вот Fast Ethernet 1 Смотрит на рута Два других Порта Designated Что с точки зрения для вот этого вилана Для вот этого свеча Касательно вот третьего вилана Ну в принципе Ситуация абсолютно аналогичная Так, что у нас с точки зрения вот этого Show Span Так, за второй вилан он root За первый вилан он root Так И за третий вилан он тоже root То есть сейчас у нас вот этот свеч Является рутом за все три вилана За первый дефолтный За второй и за третий Давайте сделаем так, что За третий вилан станет вот этот вот И напишем о том, что он root за третий вилан А вот этот вот root за первый и root за второй Опять же по зеленым точкам мы ничего понять не можем Вот опять сейчас посмотрим, что покажет нам вот этот вот товарищ За второй вилан один порт рутовый, второй designated, третий порт тоже designated А здесь уже видите те же самые порты, но роли у них уже другие Потому что для третьего вилана построено отдельное дерево И те же самые физические порты на том же самом компьютаторе за третий вилан будут в одних ролях А за второй вилан в других ролях И также за каждый вилан мы можем сделать отдельную стоимость интерфейса Например интерфейс FastEthernet01 за третий вилан будет стоить там 5 единиц А за третий вилан будет стоить там 20 единиц Или наоборот, то же самое касается и приоритета портов За каждый вилан полностью отдельная топология Полностью отдельная логика И как это посмотреть еще? Как же это увидеть? Поставим конечный узел Знаете, лучше не конечный узел Лучше поставить роутер на палочке И смастерить для него транк Сейчас мы это быстренько сделаем Чтобы посмотреть, как у нас на практике бегает трафик Давайте, не буду ускорять Не будет лишним еще раз посмотреть Как делается роутер на палочке Во-первых, мы должны Move FastEthernet03 сделать транком Info03 switchport mode trunk Это во-первых Во-вторых, что у нас будет с основными шлюзами Для 192.168.2.1 192.168.3.1 Так, делаем субинтерфейсы Info00 Так, не 00 Info00.2 Incapsulation За второй вилан IP-адрес Ничего не объясняю, потому что все это Опять же объяснялось в теме виланов Там подробно все рассказывали Info00.3 Incapsulation.1.q3 IP-адрес 12.168.3.1 После чего включаем физический интерфейс Info00 NoShot Дальше Info00 IP-адрес 215.215.215.1 Ну, давайте пинговать Сейчас зарпим И заодно проверим Работает ли Так, зарпили Заработало В интернет мы выходим Отлично Теперь давайте смотреть Как ходят пакеты У нас руты разные За третий вилан Вот рут За второй вилан Вот рут Как ходят пакеты Нас интересует Только ICMP Пингуем со второго вилана За компьютер, находящийся во втором вилане Вот он ICMP Вот он ходит по такому пути Все время идет вот так вот Ладно Что у нас с третьим виланом? Печалька, конечно Продемонстрировать не удается Давайте Раз у нас схема Автоматически оптимально срослась Оптимальный трафик ходит Давайте посмотрим Что у нас с портами За, допустим, второй вилан За второй вилан Вот Так надо сделать свежий вывод Вот за второй вилан Рутпорт У нас какой? Вот этот вот А в FAS Ethernet 02 У нас Designated У нас есть rootпорт У нас есть Designated Чисто теоретически У нас трафик второго вилана Должен направляться На rootпорт А он нас почему Сразу на Designated Отправляется Почему? Потому что я вот тут вот Не настроил транк У нас не может кадр Пройти по вот этой вот линии Так как кадр не может быть Кинут на rootа Потому что root его не может обработать Кидается сразу По Designated порту Вот мы сейчас вот подправим Всю вот эту историю И наглядно смогу вам продемонстрировать Info 02 Switchport Mod Trunk Все Сейчас мы подождем Пока сеть срастется Так Пингуем Зарпим И этот тоже зарпим Так пингуется Все пингуется Хорошо Так еще раз смотрим Исправили досадное Недоразумение Зато посмотрели Что может быть Если вот нету транка А кадр нужно кинуть На текущего rootа Вот если не может кинуть На текущего rootа Потому что транка нету У него еще один есть Designated Он по Designated Кинул Не на rootа Но тем не менее Все равно как бы работает Вот когда вы сделали все правильно Смотрим Трафик второго вилана SMP пошел Был кинут Своему rootу Затем сюда И сюда То есть как видите Трафик второго вилана Всегда ходит По вот этой линии Потому что кидается На своего rootа Root VLAN 2 Вот оно ходит Вот трафик третьего Вилана Будет кидаться На своего rootа Поэтому пакет Кадр Всегда будет кидаться По вот этой линии Видите да Еще раз Почему так происходит Потому что PVST Plus За каждый вилан Строит отдельное дерево И мы можем убедиться В этом Мы видим что Для второго вилана Root порт Будет вот этот А для третьего вилана Root порт Будет вот этот порт В более сложной топологии Какие то порты Могут быть заблокированы Какие то нет Почему здесь не пришлось Блокировать никакие порты Нету ни одного Заблокированного порта Потому что В этом нет необходимости Потому что трафик Второго вилана Сюда никогда не пойдет Он пойдет всегда сюда А трафик третьего вилана Никогда сюда не пойдет Он пойдет всегда сюда Вот классический Spanning 3 CST Classic До того как CISCO из него Сделала PVST Plus Классический не умел Работать с виланами Он строил только одно дерево За физическую топологию И он соответственно Не работал с виланами Не работал с транками И блокировал физический порт И мы не могли Сделать так Как мы это делаем здесь Вот здесь мы можем И здесь мы это сделали Мы можем часть Виланов направлять По этому каналу А часть виланов Направлять По вот этому каналу И если мы Направляем трафик Вилана второго То вот тут вот Можно посмотреть Сейчас Show Spanning 3 Так за второй вилан Да Вы видите Со второй вилан Вот этот порт У этого коммутатора Заблокирован За другие виланы Он разблокирован Поэтому нет петли Потому что трафик Который мы пустили сюда Дойдет до вот этого свеча А дальше Сюда Он не пойдет Потому что порт Для второго вилана Для трафика второго вилана Заблокирован И то же самое С третьим виланом Если мы поковыряемся Мы увидим Что на каком-то из свечей Для третьего вилана Тоже будет заблокирован порт И поэтому Третий вилан Тоже никак не сможет Устроить петлю Вот это вот потому что Пёрвилан Спаннин 3 За каждый вилан Строится отдельное дерево Классический спаннин 3 Так не умеет Но не могли Вот один порт заблокировать За один вилан А за другой вилан Сделать рутом А за третий вилан Сделать de-signated Один тот же порт Такого сделать нельзя Не могли мы Часть виланов В одну сторону Направлять часть вилана В другую Блокировалось Просто физическое соединение А здесь блокируется Логическое соединение То есть порт Один тот же Он может быть заблокирован для третьего Вилана, быть рутовым для второго Вилана и быть диссигнейтедом для первого Вилана. Например, будет 500 Виланов, соответственно, один тот же порт будет иметь 500 состояний для разных Виланов. Вот я думаю, что понятно, что такое PureVilan Spanning 3, PVST+. За Вилан строится топология, а не за физическую среду. Еще раз об этом. Виланы в Spanning 3. Что с ними случается? Что случается в Spanning 3, когда есть Вилан? Вот два абонента. Вилан второй, красненьким помечен, и Вилан третий, оранжевым помечен. Вот это вот транки. Вот это вот транк, это один транк. Вот второй транк. И между двумя дистрибьюшнами тоже транк. И вот, как видите, вот этот коммутатор рут за третий Вилан, вот этот коммутатор рут за второй Вилан. И прямой линией помечена линия, по которой будет передаваться трафик Вилана, а пунктирной линией будет помечена заблокированная логическая линия, по которой не будет передаваться трафик определенного Вилана. И вот мы видим, поскольку вот этот коммутатор является рутом за второй Вилан, то когда пользователи из Вилана 2 генерируют какие-то кадры, То по вот этому транку они спокойно сюда передаются Также по другому транку они могут передаваться на вот этот свитч Но сюда они уже не пройдут Потому что здесь порт за второй вилан будет заблокированный То есть если бы прошло бы, то получилась бы петля Но поскольку вот этот порт заблокирован для второго вилана Трафик уже не пройдет Пунктирная линия По этому транку трафик второго вилана не ходит С точностью данный оборот происходит с третьим виланом Рутом за третий вилан является вот этот свитч И мы пускаем Ethernet-кадры, помеченные 802.1 к ушным заголовкам с тегом. И он, соответственно, сюда пройти не может, потому что Spion3 заблокировал. Здесь порт для прохождения трафика вилана третьего. И зато он может пойти сюда. Он идет сюда. Если ему вдруг надо, он попадет сюда. А сюда он уже пройти не может, потому что порт для трафика третьего вилана заблокирован. Это все один провод. Здесь просто логические линии показаны. Как в одном проводе разделяется трафик нескольких виланов. Тут два вилана нарисовано. А их может быть 4096, как вы знаете. Ну так вот. Один и тот же порт. Может трафик какого-то вилана пропускать, а трафик другого вилана не пропускать. Я думаю, что вполне понятно, что по одному транку можно пропускать одну группу виланов, а по другому транку пропускать другую группу виланов. Так, рассмотрим еще вот такую штуку. Коммутатор. ShowSpan. Не запустился Span3, потому что портов не было. Нечего строить топологию. Вилана не было дефолтного. Смотрите, вот мы только включили. Приоритет по умолчанию 32769. Но мы же ведь говорили, что приоритет по умолчанию 32768. А тут почему-то 32769. И мне кажется, вы заметили вот это. И подумали, что я ошибся. На самом деле я просто опустил один факт. Так как мы про вилану никак не говорили, у нас тут получилась немножко неразбериха. Приоритет по умолчанию действительно равен 32768. Но к приоритету по умолчанию добавляется номер вилана. А в терминологии Span3 номер вилана называется Extended System ID. Вот в данном случае мы видим, что поскольку у нас номер вилана первый, к стандартному приоритету 32768 был добавлен ровно один номер вилана. И стало 32769. Это сделано для того, чтобы Span3 различал BPD-ушки, которые приходят за разные виланы. За каждый вилан создается отдельная, независимая от другой копия Span3. Копия процесса Span3. И соответственно два процесса, либо 10 процессов, если 10 виланов, нужно как-то различать между собой. Различаться они будут с помощью вот этого вот Extended System ID. То есть приоритет по умолчанию у разных виланов будет разный. Вот например, как я уже сказал, у вилана первого приоритету по умолчанию был добавлен номер вилана. Стал 32769. Если мы посмотрим на любом другом, на котором мы настроили несколько экземпляров виланов, то мы увидим, что... Так, здесь мы не увидим, вот здесь у нас приоритет по умолчанию остался. Так. Вот за второй вилан приоритет по умолчанию 32770. Потому что номер вилана второй, и он был добавлен к номеру вилану по умолчанию. К приоритету по умолчанию. То есть 32768 плюс 2, получается 32770. Если мы говорим про третий вилан, то к приоритету по умолчанию прибавляет цифра 3. Прибавлен номер вилана. И у нас стал тот приоритет по умолчанию, который мы имеем. Используется для того, чтобы были разные приоритеты за разный экземпляр Spanning 3. За каждый вилан. Если мы посмотрим, что происходит с BridgeID, то смотрите, какая ситуация происходит. Мы смотрели вот такой вот BridgeID, и говорили, что там 2 байта приоритета и 6 байт MAC-адреса. То есть приоритет плюс MAC-адрес и есть BridgeID. Но у циски это не совсем так. На самом деле к полю приоритета добавляется еще и номер вилана. Extended System ID. И все вместе есть 2 байта. 16 бит. То есть на самом деле BridgeID выглядит не так, а чуть более сложно. К полю приоритета добавляется еще одно поле, в котором и пишется номер вилана. На самом деле все довольно просто, если в этом разобраться. Также прошу обратить ваше внимание, что вот такой вот вид BridgeID действительно существует. Но он существует в классическом Spanning 3. Вот в этом вот. Но классического Spanning 3 в чистом виде у циски нет. Он есть у других вендоров. А циска вот эта вот классическая Spanning 3 превратила в pvst+. Это то же самое, что cst, только с поддержкой виланов. И вот эту вот поддержку виланов мы видим в том, выражается в том, что к BridgeID добавляется еще одно поле. Extended System ID. Можно сказать, это даже не отдельное поле, а просто часть поля приоритета. Вот в принципе все. То есть то, что мы рассматривали. Как выбирается root. Как выбирается root порты, как выбирается designated, как выбирается alternate, какие состояния бывают. Listening, learning, forwarding. Это все справедливо. И для классического Spanning 3. И для pvst+. Это все одно и то же. Поэтому я и говорил, что вот рассматриваем классический Spanning 3. На самом деле не чисто классический, а усовершенствованный с помощью циска. pvst+. Но он по сути своей тоже классический. Просто он может работать с виланами. С ст не может. Функционал у них одинаковый. А вот дальше, следующая наша тема. Мы будем изучать RapidPvst+. Вот он как раз. Там будет уже немножко другое состояние портов. Будет работать немножко по-другому. Он будет действительно другим, и мы его сейчас будем изучать. Мы сейчас будем рассматривать одновременно и вот этот протокол RSTP. И вот этот протокол RapidPvst+. Одновременно. Почему одновременно? Потому что RSTP это открытый протокол, который значительно лучше и быстрее, чем CST. И циска взяла, его еще дополнительно модифицировала, и получился RapidPvst+. Как она его модифицировала? Она просто добавила к нему поддержку виланов по 802.1 кушным транкам. Вот и все. То есть RSTP, который открытый, он вилан не поддерживает, а RapidPvst он точно такой же, но вилан и поддерживает. Это то же самое, что и CST был открытый протокол, который вилан не поддерживает. Ациска взяла его, модифицировала и сделала из него Pvst+, с поддержкой виланов и 802.1 кушные транки. Но что вот этот вот медленный по таймерам 30 секунд ложит в сеть, что вот этот вот медленный, также ложит в сеть и таймер 30 секунд. А вот этот вот быстрый, без поддержки виланов, а этот быстрый с поддержкой виланов. Вот CrossRapid нам и говорит о том, что он быстрый. Pvst говорит о том, что поддерживает виланы, а плюс о том, что поддерживает 802.1 кушные транки. Вот он у нас какой есть. По-другому сокращению еще есть PVRST, PurVLAN Rapid Spanning 3. В этом протоколе будет несколько типов соединений. Будет Point-to-Point, P2P, то есть от точки до точки. Это такие соединения, которые смотрят напрямую на другой свитч. Вот здесь такой линк, здесь такой линк. Напрямую один свитч смотрит на другой свитч, здесь тоже такой линк, и здесь такой же линк. Это Point-to-Point-Link. Дальше будет линк, который будет называться Edge-Link. Это будет такой линк, который смотрит на конечное устройство. Либо на конечный компьютер, либо на принтер, либо на телефон, либо на сервер. Edge-Link. Смотрит на конечное устройство. Еще один тип линка будет, это будет Shared-Link. Это такой линк, который смотрит куда-то еще, и неизвестно, будет ли еще какой-либо участник. То есть здесь Point-to-Point-Link. Здесь гарантированно между вот этим свитчом и вот этим свитчом не будет никакого другого участника. Здесь только два устройства. В случае с Edge-Link здесь тоже гарантированно только два участника. Второй участник это уже будет конечный абонент. А Shared-Link, это неизвестно. Будет ли в этой связи еще какие-то устройства. Может быть там будет какой-то хаб, и в него будут подключены какие-то абоненты. Может быть будет какой-то свитч неуправляемый, который не умеет работать с ТП. В этом случае это будет называться Shared-Link. Зачем? Чуть позже мы это посмотрим. Итак, Rapid-PVST у нас работает намного-намного лучше, намного быстрее, чем обычный PVST. Чем обычный классический Spanning 3. За счет чего он работает быстрее. Если классический Spanning 3 в любом случае ориентировался на тайминги и ждал 30 секунд, не придет ли еще какая-либо ПДУшка с каким-то лучшим Bridge ID, то есть каждый свитч в топологии, ждал появления какой-то ПДУшки, искал рута, ждал пока появится какой-то лучший рут и так далее, 30 секунд, абоненты не могли иметь доступ к сети, то Rapid-PVST будет работать немножко в другой логике. Два устройства, находящиеся в топологии, смотрящие друг на друга прямым проводом, будут обмениваться специальными сообщениями и будут просчитывать только свой вот этот вот маленький кусочек. Если раньше в классическом Spanning 3 свитч просто сидел и ждал, пока к нему придут ПДУшки, то теперь свитч сам обращается к своему соседу с вопросами. То есть теперь сам свитч формирует сообщения с вопросами и посылает их своему соседу. Для того, чтобы послать такое сообщение, вот этот вот наш свитч будет установить флаг Proposal. Когда такое ПДУ сообщение будет приходить на вот этот свитч, этот свитч будет передавать ему информацию о текущем руте по стоимости маршрута, друта, о приоритетах портов в такой же ПДУшке, но будет уже проставлять флаг АГРИ. То есть информация будет принудительно запрашиваться вот этим свитчом и принудительно получаться. И вот благодаря тому, что они не сидят и не ждут 30 секунд, а сами друг у друга начинают запрашивать информацию, сеть расставится значительно быстрее, значительно быстрее порты из фазы Learning переходят к фазе Forwarding за счет вот этого принудительного обмена информацией. То есть еще раз, почему оно работает быстрее? Они просчитывают только свой вот этот кусочек. То есть просчитывают вот этот кусочек, потом вот это вот с этим коммутатором просчитывают свой кусочек, вот этот Access Switch с этим свой кусочек просчитывают. Switch говорит, что у меня тут заведомо нет петли, а вот это говорит, у меня здесь тоже нету. Давай разблокируем порты. Порты разблокируют и, соответственно, работают. Если же есть петля, ну, соответственно, один из портов будет заблокирован. Но вот такое поведение возможно только в случае, если соединение Point-to-Point. Если вот здесь работает RapidPVST, и здесь тоже работает RapidPVST, если они друг на друга смотрят прямым проводом. Потому что если они не смотрят прямым проводом, если здесь где-то будет стоять хаб, либо будет стоять другой неуправляемый свитч, который не умеет RapidPVST, то в этом случае свитчи напрямую вот так вот между собой уже договориться не смогут. Потому что ни один из свитчей не знает, что там может быть посередине. Может быть, там будет действительно какой-то другой свитч, в котором будет образована петля. Они не смогут спросить вот так вот у свитча, который будет находиться между ними, не смогут с ним договориться, не смогут его проверить, потому что он, допустим, неуправляемый. Он не умеет работать с RapidPVST. Либо там вообще стоит хаб, который вообще полусвитч, так сказать. Поэтому ускорение работы достигается только в том случае, если между устройствами проложен прямой кабель. То есть между ними нет никаких посредников. Это называется Point-to-Point. Если же есть между двумя устройствами какой-то посредник, то это будет SharedLink. То есть общая среда. Мы не знаем, что там. Вот этот свитч, например, он с этим хабом договориться не сможет. Если бы, например, этот свитч хаб, а после него уже опять цисковский свитч, то вот этот хаб будет мешаться двум свитчам нормально работать. Они не смогут друг с другом договориться, потому что здесь может быть построена петля. Так вот, если между двумя устройствами будет SharedSreda, то есть там будет какой-то третий участник, то вот этот вот кусок будет работать, как обычный классический Spanning 3 таймер. То есть будет ждать 30 секунд, пока пройдут все таймеры. То есть будет работать по таймерам. Если SharedSreda, если Point-to-Point, то будет работать как Rapid Spanning 3. То есть будет намного быстрее разблокировать линки. Если же это будет EdgeLink, Edge-соединение, то порт прям сразу же будет переходить в состояние forwarding. То есть там даже не будет ничего проверяться, никто не будет ни с кем договариваться. Сразу будет включен режим пропуска кадров. Итак, еще раз. Если соединение Point-to-Point, то есть два устройства поддерживают Rapid Spanning 3, при этом между ними нет никаких посредников, то тогда работает в быстром режиме. Быстрее разблокируются порты. Если же между двумя участниками появляется какой-то третий участник, например, хаб, либо неуправляемый свитч, либо еще какой-то повторитель, тогда называется SharedSreda, и работать будет по таймерам, как классический Spanning 3. Но работать будет не весь, а только кусок, где образовалась SharedSreda. И последний Edge, тип связи. В этом случае порт разблокируется сразу же. Проверки на Spanning 3 не проходят, потому что за ним конечное устройство. Напоминает порт Fast. Когда мы только конфигурируем Rapid Spanning 3, в каких режимах они будут работать? Когда мы соединяем два устройства между собой, и на них запущен Rapid Spanning 3, то если вот этот свитч видит, что подключение происходит в Full Duplex, то значит, скорее всего, наш сосед, какое-то умное устройство, скорее всего, оно поддерживает Rapid Spanning 3, и он устанавливает тип связи, как Point-to-Point. Если же к свитчу подключается хаб, а хабы они у нас работают в Half в Duplex. Если подключается какое-то устройство, которое работает в Half в Duplex, то этот свитч, вот эту линию связи, установят как SharedSreda и будет работать по обычным таймерам. Если же подключается какой-то конечный абонент, то свитч никак не сможет распознать, что был подключен конечный абонент. Поэтому в автоматическом режиме тип связи Edge Link установлен не будет. Опять же, будет установлена либо SharedSreda, если вот это вот не поддерживает Full Duplex, либо Point-to-Point среда, если конечный абонент поддерживает Full Duplex. Сейчас мы это посмотрим на практике. Для начала на всех устройствах, на всех свитчах, нужно запустить тот самый Rapid Spanning 3. Напомним вам, что как только мы включаем, работает классический Spanning 3. Но если мы говорим про CISC, то работает не просто классический Spanning 3, а PVST+. Классический Spanning 3 с поддержкой VLAN-ов. Вот для того, чтобы включить Rapid Spanning 3, должны сделать следующую штуку. ConfTare Spanning 3 Mod. И вот можно. Либо PVST, но на самом деле тут будет запущен PVST+. Здесь плюс просто забыли написать. Либо Rapid PVST+. Тоже, потому что просто PVST работает по ASL-транк. А PVST-плюс это работа с поддержкой 802.1 кушных транков. Так вот, включаем Rapid PVST+. И то же самое нужно сделать на всех устройствах. Включили. Теперь, если мы выведем информацию о портах на какой-нибудь VLAN, вот можем сделать просто шоу Spanning 3. Мы с командой уже много раз работали. Мотаем тут, выводится информация сразу за все VLAN-ов. А можем вывести информацию только за один конкретный VLAN. Для этого шоу Spanning 3, VLAN и указан, например, второй. И у нас появится точно то же самое, но только за второй VLAN. Информация о других VLAN-ах отражаться не будет. У нас же, напоминаю, может быть 4096 VLAN-ов. Ну, на практике вряд ли столько VLAN-ов. Когда-либо будет использоваться, даже в очень крупной организации. Поэтому, ну, максимум, какое-то разумное число, ну, 500 VLAN-ов. Все равно 500 VLAN-ов это долго будет мотать. А вот эта команда нам позволяет вывести информацию только за один конкретный VLAN. Так вот, мы смотрим на этот свитч и видим, что сейчас все связи как point-to-point. Почему он так определил? Потому что их конечные абоненты и вышестоящие свитчи поддерживают full-duplex. Вот эти все интерфейсы, они работают в full-duplexе. Смог согласоваться full-duplex, согласование по этому. Свитч предполагает, что все другие устройства умные. Скорее всего, они поддерживают Rapid Spanning 3. Поэтому он устанавливает point-to-point. Если же мы подключим к нему устройство, которое не поддерживает full-duplex, а поддерживает только half-duplex, то вот это у нас fast-sternet 0.5. Show Spanning 3. За какой VLAN? По умолчанию, в первом VLAN ненастроенные порты сидят в первом VLAN. И вот видим, что для вот этого интерфейса, к которому мы подключили хаб, среда была установлена как shared, потому что он не поддерживает full-duplex. Помните, мы с вами отключали автосогласование DTP? Практически все автоматические механизмы мы отключали. Так вот, здесь то же самое. Вот этот механизм автоматического определения соединений полностью отключить нельзя, но его нужно регулировать, потому что мы не можем полностью полагаться на вот эти автоматические системы. Дело в том, что может быть такое, что между вот этими вот двумя устройствами будет стоять обычный неуправляемый свитч. Ну, возьмем какой-нибудь цисковский, но представим, что это какой-то неуправляемый свитч, но с поддержкой full-duplex. И здесь к этому свитчу подключаются какие-то конечные абоненты. Что получается? Получается, что вот этот свитч и вот этот тоже свитч думают, что свитч 5 какой-то управляемый, какой-то умный. Они думают, что здесь будет point-to-point, потому что он поддерживает full-duplex. А на самом деле это не так. Здесь связь должна быть shared, потому что вот это абсолютно неуправляемый свитч, и здесь может образоваться какая-то петля. Возьмем патч-кордом, например, замкнем два порта вот этого неуправляемого свитча, и все, и будет петля. И в этом случае свитч 2 и свитч 0 не смогут адекватно на это отреагировать. Поэтому мы должны будем в таких ситуациях вручную указывать свитчу 0 и свитчу 2 тот факт, что вот это будет shared среда. Мы должны будем вручную указать, что между ними не прямая связь, а между ними завелся какой-то неуправляемый свитч, который может устроить вам петлю. Для того, чтобы это сделать, нужно, во-первых, перейти на интерфейс, инфа 02, и дать следующую команду, которая здесь не поддерживается. Ее вы можете найти в командах циска, команда будет spainin3, linktype, и указывать тип соединения, который хотите установить. Например, shared. Все-таки она поддерживается, эта команда. Это я ошибся. Spainin3, linktype. И вот можно выбрать либо point2point, либо shared. Edge выбрать нельзя, потому что делать немножко по-другому. Чуть позже я об этом расскажу. Shared. Здесь сделали. И здесь нужно сделать то же самое. инфа 01, spainin3, linktype, shared. И теперь, если мы сделаем showspainin3 и посмотрим на вот этот интерфейс, вот он, то мы увидим, что тип соединения вручную задали как shared. Несмотря на то, что здесь full duplex, мы все равно задали тип среды как shared. То же самое, если нам вдруг надо поставить хаб, то поскольку хаб не поддерживает full duplex, а только хаб в duplex, автоматом будет согласован share, type. Но можем вручную сказать, что это будет point2point. На самом деле так делать нельзя. Потому что никогда на самом деле из-за того, что там есть хаб, point2point не будет. А вот так вот делать нужно, если вдруг заводится какой-то неуправляемый свитч. Потому что если тут будет point2point, свитч 2 и свитч 0, будут друг с другом договариваться. И будут считать, что петель нет. Они не видят то, что здесь свитч стоит. У них глаз-то нету. Он один кинул бы подушку, она дошла до свитча 2. И свитч 2 кинул бы подушку, она дошла до свитча 0. А то, что тут стоит свитч неуправляемый, который может им петлю сформировать, они об этом не знают. Поэтому мы должны им говорить, что здесь на самом деле шерт, чтобы свитч 2 и свитч 0 не договаривались между собой, а работали по обычным таймерам, как классический Spanning 3. И тогда они уже, если петля на неуправляемом свитче образуется, они смогут с этим что-то сделать. Правильно отреагировать на эту ситуацию. Так, и вот помните, как долго у нас срасталась вся сеть. Как долго у нас порты оранжевенькие горели? Примерно 30 секунд. Вот когда мы сейчас включали везде Rapid Spanning 3, мы сейчас приоткроем и посмотрите, что будет. Вот они все включились. Раз и все, видите, они все уже работают. То есть тут же моментально начинает работать. Не 30 секунд, а моментально. То же самое и при Topology Change. Если что-то будет случаться, оно будет очень быстро. То есть в разы быстрее срастаться. Вот сейчас еще раз. Также для примера. Вот треугольник из обычного Spanning 3 классического. Сейчас сохраним, открываем. Оп, Rapid поднялся. Фактически все, она работает. А здесь еще примерно секунд 15. Вот уже 15 прошло. И сейчас еще секунд 15 будет висеть, висеть. То есть разница в скорости работы колоссальная. И вот только сейчас она наконец-таки срослась. Разница огромная. Просто дело в том, что классический Spanning 3 это разработка 98 года. В 98 году то, что сеть не работала там 30-40 секунд, это было вполне нормально. Сейчас же простой в сети в 30 секунд это очень-очень долго. И даже механизмы ускорения, вот эти вот, которые мы рассматривали, они не так хорошо отрабатывают, как, например, Rapid Spanning 3. Сейчас простой в сети в 30-50 секунд это, можно сказать, трагедия. И это чреват последствиями для системного администратора. Это потеря денег для организации. Так вот, мы увидели, что есть у нас Point-to-Point, Shared, а еще есть Edge. Как включить Edge, мы так и не поняли. Потому что автоматом, если вот этот вот компьютер поддерживает Full Duplex, то согласуется Point-to-Point, но никак не Edge. Как же нам согласовать Edge, чтобы прям сразу порт переходил в состояние Forwarding? Для этого нам нужно просто включить PortFast. Если мы на порту включаем PortFast, то тип соединения становится сразу как Edge. Берем вот этот интерфейс. Spanning 3 PortFast пишем. Все. На этом все. Вот этот линк сразу стал как Shared. Но в Cisco Packet Tracer мы, к сожалению, этого не увидим. Show Spanning 3. К сожалению, вот он не показывает Cisco Packet Tracer. Вот тут, по идее, для порта, который мы делали, FAN03 должно поменяться на Edge. Но не меняется, к сожалению. Тут оно не отрабатывает. На самом деле, когда мы включаем PortFast на порту, если работает Rapid Spanning 3, то тип ринка будет меняться на Edge. Ну, считайте, что Edge это и есть PortFast. Вот и все. Касательно VLAN-ов абсолютно то же самое. Что классический Spanning 3 мы смотрели. Абсолютно точно такая же идеология. То есть ничего не меняется. Что еще интересного можно сказать про Rapid PVST Plus? Технологии Backbone Fast и Uplink Fast, которые мы включали в Rapid PVST, уже встроены по умолчанию. Ее не надо включать. Они уже там по умолчанию встроены. Про них даже думать не надо. Ни про Uplink Fast, ни про Backbone Fast. Однако технологию PortFast все же включить можно. Если мы говорим про PortFast относительно Rapid PVST, то у нас линк будет называться как Edge. Логика работы точно такая же. BPDU Guard это уже не ускорение, а защита. Поэтому BPDU Guard точно так же, как и с классическим Spanning 3. Тоже можно включить. Root Guard тоже можно включить. BPDU Filter можно включить. Ну, соответственно, Loop Guard и UDLD тоже можно включить. Настройка ничем не отличается от классического Spanning 3. То есть абсолютно все то же самое. Так, что еще можно сказать? Мы говорили про стоимость интерфейсов. И говорили, что вот классический Spanning 3 делает для 10 Гбит стоимость 2 единицы, для Гбит одного стоимость 4 единицы. Если мы включаем RSTP, Rapid Spanning 3, то стоимость интерфейсов начинает уже считаться по другой логике. Поэтому 100 Мбит это 200 000 единиц. А что самое примечательное, то что классический Spanning 3 не различает скоростя выше 10 Гбит. Вот 100 Гбит он уже не различает, не понимает. То Rapid Spanning 3 понимает скоростя вплоть до 10 Тбит. Это вполне достаточно. Однако в Cisco Packet Tracer, даже если мы включаем Rapid PVST, то, к сожалению, стоимость интерфейсов он у нас не меняет. Рассчитывать Rapid Spanning 3 можно будет по следующей формуле. Вот это вот число, реферсное, полоса пропускания, будет делиться на скорость интерфейса. В результате мы будем получать ту или иную стоимость. Также вы можете заметить, что есть такая штука, как Short и Long. Мы для классического Spanning 3, для CST, можем включить расчет стоимости интерфейсов по вот этому типу, в этой логике. Для того, чтобы в классическом Spanning 3 включить расчет стоимости интерфейсов по вот этой логике, нужно будет дать команду Spanning 3 PathCost метод и указать метод. Либо Long, тогда будет вот в этой логике рассчитываться, либо Short, тогда будет по вот этой логике рассчитываться. Либо Long, либо Short. И если лезть в дебри, то если мы включаем Long, то у BPDU кадра будет модифицироваться в поле Root PathCost. Стандартно оно 16 бит. Если мы включаем Long, то оно будет 32 бита. Соответственно, она будет вмещать уже большее количество сообщений, потому-то она и сможет протаскивать вот эти вот числа. Потому что вот эти числа, они будут таскаться в BPDU-шках. Если у нас поле не поддерживает такие числа, то, соответственно, стащить их мы никак не сможем. Данная команда в Cisco Pocket Tracer не работает. Просто знайте, что оно есть. Но в принципе, использовать обычный классический Spanning 3 смысла нет. Если вы будете настраивать сеть на оборотнице Cisco, то всегда, даже прежде чем начать что-либо настраивать, первой вашей командой должна быть команда Spanning 3 Mod Rapid PVST. Что еще нового в Rapid PVST? Кроме вот этих вот линков и ускорения работы. Еще немножко поменялись роли портов. Раньше состояние Alternate, оно называлось Blocked, теперь называется Discard. То есть Discard, Discarding, это заблокированное состояние, оно раньше называлось Blocked, теперь называется Discard. Кроме того, что изменилось состояние порта, добавилась еще одна группа порта, которая называется Backup. Если заблокированный порт в случае аварии сможет стать рутовым портом, то есть портом, который смотрит на рута, тогда он называется Alternate. Вот в этой схеме, вот текущий рут-коммутатор. У этого коммутатора есть рут-порт, живой. А вот этот порт у него заблокирован. Логически понятно, что если вот этот вот рут-порт сдохнет, канал вот этот сдохнет, то вот этот порт станет не просто диссигнаеттед портом, а он станет рут-портом. Потому что он будет смотреть на рута. Не напрямую, а вот так вот. Но все равно он будет смотреть на рута. Поэтому такой порт, который может в потенциале стать рутом, будет называться Alternate. Если же как вот в этой схеме, если в потенциале порт никогда не сможет стать рутовым, тогда заблокированный порт уже будет называться Backup. Здесь видите, диссигнаеттед порт. Если вот он помрет, вот этот диссигнаеттед, то вот этот вот тоже станет диссигнаеттедом. Он не станет рутовым. Там дальше нет никаких. Поэтому такой будет называться Backup. И Alternate порт, и Backup порт не пропускают трафик. Это заблокированные порты. Состояние у них будет Discard. И у Alternate порта будет Discard, и у Backup порта тоже будет Discard. И опять же, если есть Backup порт, это еще один механизм ускорения Rapid Spanning 3. Потому что если есть какой-то Backup порт, если сдыхает Designated порт, то Switch, не проводя каких-то долгих проверок, просто переключает на Backup канал. В этом случае все. Похож чем-то на PlinkFast. Ну, в данном случае технологии с Backup. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. На самом деле, в классическом Spanning 3 нет понятия Alternate порта, вот который мы рассматривали. Большую часть данного урока понятия Alternate порта нету. Там есть понятие Non-Dissignated порта. Есть Designated, и есть Non-Dissignated. Понятие Alternate порта появляется только в Rapid PVST. Но Cisco Packet Tracer не различает вот от Non-Dissignated. Там просто всегда написано Alternate. Поэтому я и говорил, что вот Alternate порт. Еще один момент, в Rapid Spanning 3 нет состояния Listening. Оно просто отсюда выкинуто. Есть состояние только Learning. То есть вот эти вот все состояния есть, но нет только вот этого состояния. Когда мы только включаем Rapid Spanning 3, будет состояние сначала Blocking, потом Learning, потом Forwarding, и все. Вот состояния Listening нету. Сразу переходит в состояние Learning и изучает MAC адреса. Но только в том случае, если соединение было Shared. То есть он понял, что ему надо работать было по таймерам. Он понял, что там кто-то может еще другой образоваться, который не поддерживает работу. И, соответственно, начинает работать по таймеру. Но не просто по таймерам, а выкидывает вот это вот состояние Listening. Остается только состояние Learning. То есть фактически он даже по таймерам работает быстрее. Даже по таймерам он работает быстрее, так как выкидывается вот это вот одно лишнее состояние. Если он работает как Point-to-Point, то вот эти все состояния очень быстро проходят. Просто моментально. Можно сказать, прям сразу. Из состояния Blocking сразу состояние Forwarding. Мы запускали очень быстро. Все это проходило. Итак, мы с вами полностью рассмотрели структуру BPDU кадров. Рассмотрели ее детально. Выяснили, что для чего нужно. Что есть разные версии Spine 3. Работали с классической версией Spine 3. Модифицированные с помощью CISCO. Работали с VLAN-ами. Рассматривали Rapid Spine 3. Опять же, модифицированную для работы с VLAN-ами. Посмотрели, как все работает. Как все ускорять. На какие моменты обращать внимание. И самое главное, как управлять этим механизмом. Теперь мы знаем, как переназначить заблокированные и разблокированные порты. Как переназначить рута для того, чтобы трафик в нашей сети ходил оптимальным образом. Однако, мы не поговорили про два вот этих поля. Протокол ID и версия. Они используются для обеспечения обратной совместимости между двумя устройствами. Например, вы одно устройство подключаете к другому устройству. Я говорю про коммутаторы. Один коммутатор, к примеру, умеет работать только с классической версией Spine 3. А второй коммутатор умеет работать с Rapid Spine 3. Вот для того, чтобы два вот этих устройства смогли предотвратить петли, для того, чтобы вот эти два устройства с разными версиями Spine 3 могли между собой подружиться, используются указания протокола и версии. То есть, используются два вот этих поля. Поэтому, если вы подключите две разных версии протокола Spine 3, то устройства между собой смогут настроить отказоустойчивую топологию. Они смогут работать с петлями. Смог предотвращать петли и все косяки, которые с этим связаны. Но в этом случае протокол Spine 3 свалится до самой низкой версии. Если одно устройство поддерживало Rapid Spine 3, второе устройство поддерживало только классический Spine 3, то устройство, которое поддерживало Rapid Spine 3, свалится до работы в алгоритме обычного классического Spine 3. То есть, вот эти все плюшки, фишки с ускорением, с Point-to-Point-Link'ами работать не будут. Если мы берем и подключаем два устройства, одно устройство будет работать как Rapid Spine 3, а второе так останется с обычным PVST+. То они смогут построить отказоустойчивую топологию, смогут работать с петлями. Но вот это устройство, на котором мы включили Rapid Spine 3, по вот этому соединению все равно будет работать как обычный PVST+, как обычный классический Spine 3. А другие устройства, вот это соединение, уже будет работать как Rapid. То есть, для вот этого интерфейса Switch 3 будет работать как обычный классический Spine 3, а для вот этого интерфейса, тот же самый Switch, будет работать как Rapid. Мы можем это даже сохранить. И вот мы видим, вся сеть поднялась, а здесь работает в классическом режиме. Ну и последнее, что мы еще не делали, это работа с дебагом. На самом деле, все здесь очень просто, как и в случаях EGRP мы работали с дебагом. В SPF мы тоже смотрели дебаг. Команда дебаг, Spine 3 Events. Пока что нам детальный процесс, Spine 3. Что происходит? Там будет написано, секунда такая-то, переходим в состояние Listening, если мы говорим про классический Spine 3. Потом секунда такая-то, переходим к состоянию Learning и так далее. Вот с помощью дебага, может быть, детально проследить, что происходит со Spine 3, для того, чтобы понять, почему оно не работает. Если, например, оно реально не работает. Бывает, что в дебаге напрямую пишется, почему оно не работает. Бывает, что не пишется. То есть, оно не понимает, почему оно не работает. Но вы по каким-то косвенным признакам сможете понять, почему оно не работает. Например, вы соединяете два устройства, делаете какую-то отказоустойчивую топологию. Вдруг у вас начинается шаговещательный шторм. Spine 3 не отработал, и появилась петля. Все индикаторы на свече синхронно мигают. В реальной жизни мы не можем взять и запустить симуляцию. Остается нам либо вайлшарком, что не очень удобно, либо дебагом. Вот вы запускаете дебаг, и видите, что от соседнего свеча не идут БПДушки. Значит, что-то не так с этим свечом. Почему-то он не присылает вот эти БПДушки. Дебаг вам сможет показать именно вот этот факт. То, что БПДушки не приходят. Почему они там не приходят? Это нужно будет уже разбираться. К сожалению, дебаг Spine 3 в Cisco Pocket Tracer не работает. Некоторые дебаги тут есть связанные с IP, но со Spine 3 дебага нет. Нету дебага. Напомню вам еще раз. Как же все-таки определяется, где петля есть, а где петли нету? В одном сегменте Ethernet может быть только один Designated Port. Сегмент – это соединение от свеча до свеча. Неважно, Repeted PVST или это просто PVST, либо это вообще самое первое СТП. Абсолютно неважно. Алгоритм один и тот же. В одном сегменте Ethernet может быть только один Designated Port. А вот второй порт может быть либо рутовым, либо заблокированным. Третьего не дано. Если порт не рутовый, то он обязательно должен быть заблокирован. Вот и все. То есть здесь мы видим, вот Designated Port, он смотрит на рута. Все нормально. А здесь, если один Designated, то второй обязательно должен быть заблокирован. Не может быть два Designated. Если будет два Designated, значит образовалась петля. Так что один порт всегда Designated, а другой всегда либо рут, либо заблокированный. Вот и все. И вот как раз для того, чтобы определить, какие порты будут рутовые, смотреть на рута, а какие порты будут Designated, работает механизм сравнения BPDU. Есть Superior BPDU, то есть лучший BPDU, и Inferior BPDU, худший BPDU. И вот сравнивая BPDU между собой, выбирается, во-первых, рут, коммутатор. То есть все свечи определяют, куда они вообще смотрят, на кого они нацелены. А они нацеливаются на какой-то один коммутатор в топологии, рут. И строят все свои связи до него. И они определяют. Они определяют те интерфейсы, которыми они смотрят на него. А интерфейсы, которыми они на него не смотрят, называются Designated. А второй порт, который на него не смотрят, будет заблокирован. Так вот, в принципе, и происходит механизм защиты от петель. Таким образом, мы с вами завершили большой раздел про Spanning 3. Казалось, вот так все просто. Что там, три соединения, одно соединение заблокировано. О чем тут можно говорить? О чем тут можно рассказывать? Как видите, для того, чтобы заблокировать лишнюю линию связи, происходят довольно сложные процессы. Потому что свечи не видят сеть, так как мы ее люди видим. Они не видят вот этого никакого треугольника. Не видят то, что есть какая-то лишняя связь. Они все как слепые. Они просто обмениваются между собой кусками информации, вот этими BPDU-шками. И в своей голове уже строят карту. И на основании вот этой информации, которая приходит в BPDU-шках, они выясняют, какой же все-таки линк заблокировать. И делается все это на основании того, какая BPDU-ушка лучше. Переходим дальше, к изучению отказоустойчивого этапологии. Дальше тема будет полегче, попроще. У нас, возможно, будет еще одна вот довольно большая сложная тема, связанная с VPN-ами. Но это будет еще не скоро. Это будет во второй части видеокурса. А пока в первой части видеокурса больше таких вот крупных, глобальных, сложных тем не будет. У нас начинаются более интересные, более динамичные, но в то же время более маленькие темы. В следующем уроке мы начинаем изучать отказоустойчивость шлюза. Когда два роутера прикидываются одним роутером. Или там два свеча мультилейерных прикидываются одним свечом для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость. До встречи в следующем уроке.